Славянская радио С вами Народное славянское радио Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 января 2017 года Вторник По одному из старинных четвертый день Месяца в юг Мы начинаем живой эфир Который будет посвящен теме Запрещенной истории Руси Автор соведущий Владимир Алексеевич Шамшук Здравия Владимир Алексеевич Добрый вечер Итак Уже это не первая встреча у нас на радио И от каждой встречи ждем И я лично жду И наши радиослушатели ждут что-то новенького, интересного И каждый раз все темы более интереснее Более злободневнее Вот запрещенная история Руси Одна из таких тем, которая, наверное, неоднократно уже Поднималась На каких-либо встречах На каких-либо эфирах Может быть в книгах, статьях и так далее Почему она настолько актуальна? Ну, запретили истории Запретили Что тут такого? История такая вообще Девка продажная Кто как хочет И так и переписывает Что нам от этого Что ее запретили И что от того Если мы ее распретим То есть узнаем Вот, наверное, как-то так вот Конву такую я задам А дальше вот Представляю микрофон вам уже Ну, отвечая на ваш вопрос Дело в том, что ведь Нам уже все время Ну, не нам А жителям Европы Пытаются внушить Что русские Это дикари Что они Там пьют Никакой культуры не было Истории не было Вот к ним пришли Варяги Они им принесли И культуру И государственность И вот управляли ими Ну, и Эта же Идеология Она ведь была В основе Фашистской идеологии Благодаря этому Благодаря ей Подняли народ На Россию Ну, и другие народы С немцами вместе Ну, с германцами вместе Встали То есть и румыны Те же И болгары Те же Которые воевали Против нас Вот Вот Поэтому Это опасная идеология Ее надо разоблачать А она покоится На иллюзиях И на Мистификациях Исторических Ведь как хорошо Сказал Александр Невзоров Это известный Телеведущий Который вел 600 секунд Если помните Что История Это Когда Одни фантазеры От истории Ссылаются на других Фантазеров От истории То есть Фактически Он сказал Что истории Нету Но так вот Образно Но и в действительности Считается Что вся Цивилизация Пошла от греков И вообще Европа Современные народы Значит Америки Вот они Все В принципе Выросли На цивилизации Греков Но кто такие Греки Как показал Николай Морозов Еще в начале 20 века Что в принципе Никакой античной Греции Не было Это Средневековая В принципе Россия Почему Россия Потому что Он в общем-то И не знал Что Она Не Россией Она называлась В общем-то Великой Руссией Вот И нам Усиленно Вталкивают Мысль Что Она называется Великой Тартарией Да Карты Вот А вот Настоящее название Великой Руссией Она В общем-то Везде вычищена Ее Нигде нету Зато мы знаем Великобританию То есть Великие Бриды Но Ведь Как назовешь корабль Так он и поплывет Россия Она В общем-то Ну Одно из Происхождений Как нам Рассказывают Этого названия Это Когда Во времена Значит Царствования Елизаветы Там Было Событие Когда Было Много Рос И в честь Вот этих Рос Россия Розы Сияющей Была Названа Россия Вот Ну В действительности Россия Она Неоднокоренная Со словом Русский Это Уже Как бы Другая Получается Страна Ну и Потом Ведь у нас же Известно Что Москва Это Третий Рим Четвертого Не Четвертого Не Бывать Как Говорят И Говорит Наша Закулиса Да Вот Потому Что Она Фактически Знает Что Россия Это Продолжение Римской Империи Вот Царская Россия Это Продолжение Римской Империи Но Это Тоже Как Остается За Семи Печатями Такой Вывод Ну А Свидетельств По Поводу Того Что Греческая Культура Это Русская Культура Достаточно Много Ну Например В 19 Веке Вся Православная Служба Шла На Греческом Языке И Греческий Язык Правильно Он Называется Жреческий Язык И Г И Оно Меняется В Ж Именно Для Того Чтобы Нам Затуманить Мозги И Жреческий Язык Перевести В греческий И Соответственно Создать Греческую Цивилизацию На Красной Площади Вы можете Посмотреть Памятник Минину И Пожарскому И увидеть На них Греческие Туники Объяснение Вот этому Явлению Как обычно Что Подражание Грекам Во всем Было Но это В действительности Одежды Наших Предков Еще не Так давно То есть Это Горит О том Что Греческая Цивилизация Это И была Русская Цивилизация Только Этот Памятник Но Другой Пример Еще В конце Девятнадцатого Начале Двадцатого Века Наши Города Они Оканчивались На скоб Тобольск Томск Дамаск А потом Их Переименовали В Томск Тобольск Вот А скоб Вообще Это Как бы Считается Греческим Словом И Снова Греческого Переводится Как Вижу А в Действительности Это Русское Слово Скоп Скоп Скопа То есть Эти Места Том была Река А Томскоп Там Скопление Людей Тобол Тоже река А Тоболь Скоп Там Скопление Людей То есть Это Русские Все Названия Причем Здесь Какая-то Греческая Цивилизация Когда Это Все Русское Кстати Говоря Греческие Монеты Находят И в Сибири И в Соединенных Штатах И в Южной Америке Ну Я уж Говорю Молчу Про Европу Везде Находят Монеты Греческие Объясняется Это Так Что Ну Мол Вот Была Такая Размен Ну Общая Значит Валюта Это Была Греческая Нам же Рассказывают Что Греки Они же Не плавали Дальше Африки Причем Америка Вот Опять Невязочка А таких Невязочек Очень много В нашей Так сказать Придуманной Истории То есть Получается Что В действительности Греческие Монеты Они Были Общеупотребительны Причем В свое Время В свое Время Наш Значит Исследователь Полковский Он Сделал Измерение Греческих Монет Ну Наверное Расскажу Что им По две тысячи Лет Вот И Естественно Следовало Ожидать Что Они Имеют Очень Большую Усталость Металла А оказалось Что они Моложе Даже Монет От 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 Штампованных Во времена Екатерины Второй То есть Еще Во времена Екатерины Второй Россия Время Великоруссия Она Продолжала Существовать И Пользовалась Этими Греческими Жреческими Монетами Но это Великорусские Монеты Вот Считается Что Первые русские Поселения На Аляске Там Они Возникли В 1780 Году Хотя Непонятно Почему Только На Аляске Развалены Русских Фортов Находят В Мексике На Гавайях Самое Интересное Что Местное Население Ну И не только Население Но даже И профессора Истории Знают О том Что Здесь Жили Русские Люди То Что В общем-то Это была Территория Едина Говорит И то Что Первая группа Крови Встречается Преимущественно У жителей России У некоторых Крови Ну Разве Только Приезжие Ну Вот Русские Поселения Особенно В Калифорнии В Калифорнии Кстати Горе Остались Даже Коренные Жители Которые Помнят Русский Москву И Около Тридцати Петербургов То есть Ну Говорят Что Это Иммигранты Но Это Как раз Говорит О том Что Везде Жили Русские Значит Эти Вот И другие Факты Они Лишний Раз Подтверждают Что В Великоруссию Фадилы И Евразия И Африка И Америка Я так думаю Что Да Сейчас Многое Что скрывается И потихоньку Что-то Хотя бы Начинает Раскрываться Вот Когда Вы сказали По поводу Сейчас Известна Тартария Но Неизвестна Великоруссия То На мой взгляд Хорошо Что Хоть Великая Тартария Гранда Тартария Становится Известна Потому Что Например Десять Лет Назад Об Этем Вообще Никто Не говорил Двадцать Лет Назад Об Этем Вообще Даже Представить Было Невозможно Что-то Скажет А тут Уже Высокопоставленные Люди Пальчиком Тикают Говорят Вот Посмотрите Вот Видите Уже Какие-то Даже Сюжеты Выходят По Центральному Телевидению Про Гранда Тартария Так что Время Идет Все Меняется И Думаю Что Придем Мы И к тому Что Предшествовало Гранда Тартария Вот Как раз То О чем Сегодня Вы Говорите Ну Вот Когда Создавали Миф О Древнегреческой Цивилизации Шлиману Известному Но Ставшему Известному Археологу Было Поручено Откопать Трою На территории Турции Поскольку Действительности Троя Она находилась На территории России И Место Которое Как раз Называется Троицк Но У нас Еще Есть Остались Поселения С Троя С Трои Значит Имеющие Один корень Ну Раньше Городаты Были Не Такие Как Сейчас Они Были Очень Большие И Вот Нужно Было Перенести Все Сказания На Территорию Турции Чтобы Доказать Что Именно Там Была Греция И Шлиману Специально Выдали Из Царских Кладовых Золота Которые Он Должен Был Откопать В свое Время Был Очень Большой Скандал По этому Вопросу Потому Что Это Все Попало В Прессу Но Тем Не Мене Все Это Замяли И Шлиман Считается Выдающимся Археологом Ему Дали Кафедру В Берлинском Университете За Этот Обман Вот Ну И Золото Трое Ну Вот так И Вернулось В общем-то В кладовые Царские На Которые Турция До сих пор Претендует Ну Понятно Что Она Турция Никого Отношения Не Имеет Вот То есть Захватчики В принципе Те Которые В общем-то Захватили Нашу Планету Не Жалеют Ни сил Ни Средств Чтобы Создавать На земле Иллюзии Что Будто Существовала Такая Цивилизация От Которого И пошли Все Более Того В греческой Мифологии Созданной Греческая Мифология Создана На базе Русской Культуры И Русской Истории И Примеры Такие Как Например Геракл Еще В 19 Веке Его Назвали Иеракл Ну А поскольку Кл Исл Опять же В новогреческом Меняется Произношение Звучание Поэтому Иеракл То есть Ярослав Ну А у нас Кто Ярослав Мудрый Один Из таких Вот И Поэтому Геракл И его 12 подвигов Это есть В общем-то Ярослав Мудрый Который Совершил Ну Гораздо Конечно Больше Подвигов Потому что Даже у Этого Геракла Геракла Которого Нам Сейчас Преподносит Игра 12 подвигов Там И Действительно 17 Описано Просто Подчинено Все Какому-то Какому-то Числу В данном Случа 12 Вот Вот Историю У нас Вымрать То есть Убрать Нисколько Не удивлюсь Если же Мы заговорили Про Разделение Опять И какие-то Свои истории Нисколько Не удивлюсь Если Через Какое-то Время Будет Вброс О том Что Например Князь Владимир В общем-то Был не князем А был Каганом О чем В принципе Свидетельствуют Летописи Или Писания Например Митрополита Илариона О благодати Там Как раз Князь Владимир Называется Каганом То есть Себя Он называет Каганом Хотя До этого Казалось бы Его приемный Отец Он Каганат Разбивал И назывался Князем Но как только Владимир добирается До престола Киевского Он себя Начинает Называть Каганом Вот об этом Нигде Не указывается Не пишется Почему не пишется Под вопросом Но думаю Что Скоро Уже И вот это Будет Тоже Вброшено И Будет По этому Поводу Очень серьезная Полемика Ну Дело в том Что Это Не так уж И страшно Дело в том Что Каганами Назывались Станный Партизан Потому что Русский Каганат Он тоже Был Хазарский Каганат Он возник Когда Хазарию Разгромили То есть Они уже Существовали Как Разрозненные Партизанские Отряды Вот Здесь-то Ничего особенного Нет Вот Интересно Что В 1952 Году Русский Историк Масанов Обнаружил Доказал Что При переводе Древнегреческого Произведения Произведения Илиада И Одиссея Которые Якобы Написал Гомер Переводчиками Минскими Игменьшим Было сделано Более Тысячи Намеренных Искажений Текста Затушевавших Русское Происхождение Илиады И Одиссея И нас Заставили Таким образом Считать Игреческими Произведениями Название Звучит Как Ом Рус Илиас Точный Перевод Согласно Масанову Пись Русская Илиада А было Перевведено Вышеуказанными Переводчиками Как Илиада Слепого Поэта Гомера Хотя Любой В общем-то Русский Человек Без всяких Навязанных Переводов Сам Способен Перевести Так Заглавие Ом Это Священный Звук Ну И Можно Перевести Как Песня Вот И Вовсе Не Слепой Поэт Гомер Как Нас Пытается Убедить Генедич Минский А Слово Рус Его Переводить Вообще Не Надо Поэтому В общем-то Такая Натяжка Привела К Такой Опять Фальсификации Но Более Того И 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 Это Один Тоже Персонаж Персонаж Только Теперь Он В И Ахиллес Представлен Да Хотя И Ахиллес Тут Просто Представлен Ах Да Это И И И Вот Но Самое Интересное Что В свое Время Гоголь Написал Тарас Бульба И Он Взял описание В Действительности Илья Муромца Потому Что Его Биография Один в Один Вдерс Впадает жития святых преподобным Илье было написано, да. Но его переименовали в Тараса Бульбы. То есть, Гоголя у нас хорошо отреставрировали и, в общем-то, выдали теперь тоже, значит, за наше там произведение. А в действительности это все Илья Муромец. Вот. Хотелось бы еще сказать, почему такие вещи стали происходить. Дело в том, что вот считается, что в войне 1812 года мы победили. Но самое интересное, что мы победили, но после нашей победы все дворяне и все знательно говорят на французском языке. Вот. Хотя крепостные крестьяне продолжают говорить по-русски. В 1814 году возникает такое страшное явление, как Аракчеевщина. То есть, усиление крепостного права. Вот. Весь 19-й век проходит под флагом героя Наполеона. Ну, с чего это нам, победившим Наполеона, восхвалять этого Наполеона? Возникает еще одна нелепица. Если Наполеон пошел на Россию, то зачем он двинулся на Москву, а не на Петербург, который являлся столицей России, как нам рассказывают. Причем известно, что Петербург охранялся всего лишь на всего одним гардизоном, а Москву защищала целая армия. Тем не менее, Наполеон идет на Москву. Из этого факта можно уже сделать вывод, что Петербург в то время был не русским городом, а принадлежал французам. И Наполеон пошел войной не на Россию, а на московскую тартарию. Другая нелепица. Мы видим, например, портрет Михаила Кутузова в маршаловском мундире, сидящего в кресле и покрытого бордовой мантией. Бордовый цвет это цвет римских императоров. И никто из простолюдинов и даже знать не могли носить этот цвет ни при каких обстоятельствах. Получается, что Кутузов император. Действительно, если посмотреть на его лицо, то мы без особого труда можем узнать в нем Екатерину Вторую. Особенно, если посмотреть на ее руки. Это женские руки. Одной из многочисленных прозвищ Екатерины было Кутузка, которое она получила с заведением моды на тесную одежду. Но надо ведь говорить, что Екатерина умерла в 1796 году, а Кутузов это 1812 год. В том-то и дело, что она не умерла. Но нам рассказал, что умерла. И просто Наполеон это был в то время еще полководец именуя Екатерины Второй, потому что она вела войну с Великой Руссией. Значит, смотрите дальше. Если почитать героев войны, французской, ну, русско-французской, да, там кто? Багратион, Барклай-де-Толь, да. То есть, там русских имен нету. Там все какие-то эти. Если мы посмотрим, значит, их не титулы, то там тоже ни одного русского названия нет. Там австрийский, фельдмаршал, тот же самый Суворов, да. Ну, причем здесь Россия, тогда спрашивается. Потемкин князь, вернее, он граф был, да, а он, оказывается, светлый князь Римской империи. Если прочитать его полностью титул, есть там и такая строчка. Но говорят, что это соответствия такие. То есть, чего вдруг какие-то соответствия? Мы же не говорим, что там у нас там был этот кто-то князь, что он соответствует какому-то Риму. С Римом, тем более, у нас все время были напряги. Нам ведь расскажут, что Николай I, сын Павла I и Кенерины II, но в действительности Николай I, если посмотреть на его портрет и посмотреть на портрет Наполеона II, это сын Наполеона I, Наполеона Бонапарта, что одно лицо получается. Нам рассказывают, что Наполеон II умер в Австрии, в 19 лет. Но в действительности он не умер, он просто правил Россию после Наполеона. И вот эти вот все реставрации Бурбонов, захват власти Наполеоном, это все происходило как раз на территории России, а не Франции. Потому что Франции как-то тогда еще не было. Франция вообще уже позже появилась. Потому что это была Римская империя, которая напала на Великой Руссии. Ну, в общем-то, она ее добивала. Ну, для примера, вот, Екатерина II, да, она же Мария Антуанетта, или София Августа Фредерика, принцесса Анхальцерберская. Вот, а имя Екатерина якобы получила после крещения православия. Ну, опять же, это наглая ложь. Во-первых, в православии нет такого имени Екатерина. Слово кат вообще на старорусском языке означает палач. А суффикс ер вообще указывает на профессионального палача. Поэтому Екатерина это, в принципе, никак не православное имя. Получается, что война в 1112 году закончилась поражением русских войск и становлением римского Игоя. Не случайно евреи до сих пор называют французами. А нам сегодня говорят, что в этой войне русские победили. Но русские как раз проиграли эту войну. Вот. И сожгли ее, вроде как бы, сами русские. А в действительности, как нам показал, в общем-то, Кунгуров Алексей, что была ядерная бомбардировка Москвы, потому что там выпадали и волосы, и ногти, и шли язвы. Причем и у французов, и у русских одинаковые симптомы. Ну, почему так произошло, сложно сказать. Но то, что, значит, русские, вернее, французы, в общем-то, оказывается, никуда не уходили. Есть документы, которые нашел наш, значит, москвич, что вся 300-тысячная армия французская, она осталась здесь, никуда не уходила. То есть, это еще раз свидетельствует о том, что Россия была, Великоруссия была захвачена. Теперь, значит, что вообще в реальности этого произошло? У нас ведь существует как бы история, когда были князья, а потом появляется история, когда появились цари. Вернее, цари, когда, значит, это как бы второй период, когда царем первый стал у нас Иван Грозный, а императором уже стал у нас Петр Первый, и после этого все были императоры. Дело в том, что император, вообще, если его перевести, им пер, им вообще impossible невозможный на английском языке, но с латинским тоже близко. То есть, получается, император это тот, который не правит. То есть, императоры это те, которые, в общем-то, имеют внешнее управление своей страной. Ну, и президент это фактически тот же император. Вот, только император подольше там выбирается на пожизненный срок, а президент на 4, на 5, на 6 лет. Вот, кто же это напал на Россию в 1812 году? Конечно, мы скажем, что французы, но в том-то и дело, что это была Римская империя. и Рим в то время был не... Ну, во-первых, как все дороги ведут в Рим, говорят, да, но в современном Риме, если мы посмотрим, всего две дороги, которые идут вдоль побережья. То есть, не может две дороги, да, охватить все дороги Европы. В том-то и дело, и потом надо вспомнить, что Римов в Европе не один их много. Поэтому у нас предположение, что скорее всего Римом был Бухарест, потому что, во-первых, Румыния, это ромейская, в общем-то, корень ромей, ромейская империя, потому что римская, это уже современное название. Всегда ее назвали ромейской. И Бухарест, вот, как раз он на пересечении всех дорог и находится. Вот. Теперь, что касается Александра Невского. Александр Невский, он считается, умер в 1263 году. Вот. Но раку для него изготовили в 18 веке. но рассказывает и объясняет нам это тем, причем рака серебряная, да, рассказывает тем, что ему сразу изготовили деревянную раку, ну, видимо, тогда была проблема с серебром, да, и вот она 500 лет простояла, и в 18 веке ему решили сделать нормальную серебряную раку. Она сейчас хранится, кстати говоря, в Эрмитаже всякие, кто захочет, может ее посмотреть. Но, во-первых, опять ведь обман, 50 лет это максимум, сколько может храниться дерево на кладбище. Ну, 100 лет от севы. Здесь же 500 лет она простояла. Это говорит о том, что нас опять пытаются развести. Александр Минский умер именно в 18 веке. И вся вот эта вот княжеская история России, она была отнесена далеко в 13 и раньше века только для того, чтобы пристегнуть к русской истории вот эту историю Римской империи. То есть все князья начиная там, вернее все цари начиная там с Михаила, вот и там Алексей там и дальше пошли. Петр Первый, Елизавета, Анна, Екатерина. Это все в принципе Римская империя. Эту историю нам просто прицепили. И получается, что раз истории вообще греческого государства не было и не было античной, так кто же тогда Александр Македонский? А вот как раз и получается, что Александр Македонский это и есть Александр Невский. Впрочем, как и 300 спартанцев, которые тоже есть в Гуины сел до Большого Гнезда, который смог вырасти в заповедах в Холесах нормальных воинов, которые смогли противостоять 4-х миллионной армии, но нам рассказывают, что это были перцы, но в действительности это были римляне. Это все русская история, что касается римских всех вот этих героев, всех этих легенд, они все относятся к русской истории. Ну и самое интересное, Римская империя, которая, ну последний ее царь был Николай Второй, как мы знаем, она в действительности уже в то время покорила весь мир. И на это указывают то, что большинство обозначенных в Турции, например, великих пашей, там, великих визирей, их портреты точно соответствуют или русским, не русским, а именно российским императорам или премьер-министрам. То же касается австрийских императоров, германских императоров, даже английских и французских, везде мы видим параллели с русскими царями, вернее, с российскими царями и премьер-министрами. То же самое взор в Пашингтон представлен нам как первый президент Соединенных Штатов Америки. Но если мы посмотрим его портрет и сравним его с портретом Суворова, то увидим один в один. Кстати говоря, сам Суворов, он почему-то стоит в римских доспехах на площади Суворова в Петербурге? Он же у нас генералиссиумс русский, да? Ну а почему он опять же в римских доспехах стоит? Опять жалкое подражательство, как нам пытаются внушить. Да нет, не подражательство, просто Суворов-то и есть римский полководец, который в общем-то принял участие в завоевании Великоруссии. А от наших русских героев и руководителей ничего не осталось, никаких свидетельств, вернее, если не есть, только в народном фольклоре, которые постараются естественно нас вычистить. Тот же самый Крестецкий, который собрал два тома в целых народного фольклора, его до сих пор не опубликовали. А он современник Пушкина. В то время еще что-то можно было забрать. И вот если мы посмотрим наших российских премьер-министров, то видим полные аналогии. Причем это портреты 1700 допустим Джон Адамс, второй президент США, 1797-1971 год. И первый премьер-министр Российской империи Николай Петрович Румянцев. Одно и то же лицо. Томас Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов. И Николай Сталтыков. Тоже одно и то же лицо. Джеймс Медисон, четвертый президент США. И Сергей Кузьмич Вязьмитинов, третий премьер-министр России, тоже одно и то же лицо. Ну и так вот все абсолютно президенты или премьер-министры, ну там или министр внутренних дел, но в основном премьер-министры. То есть похожесть удивительная. А это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, как и другие страны, как например Англия, Франция, они были, но это не губернии были, они как вот у нас сейчас страна там в СССР была, Латвия, Литва, но это все было единое пространство, хотя это были как бы страны. То же самое было и в Российской империи. Были протектораты, были губернии, были страны, были значит колонии, то есть она была разношерстная по типу управления Российская империя была разношерстная. И в общем-то именно в 1904-1905 году, когда вы помните Николай Второй поехал в Японию, усмирять там и его ранил японский городовой, и это в принципе так и осталось выражение японский городовой, как ругательное, потому что городовые были тогда еще в Японии, не полицейские, а городовые. И случилась первая русско-японская война, как ее сейчас называют, но правильно это российско-японская война, потому что Римскую империю переименовали в Российскую империю. Так вот, Япония получила тогда независимость. В это же время выделяется и Германия. И вот в 1913 году начинается война за наследство Российской империи. Случается Первая мировая война. Нам говорят, что она произошла из-за того, что там убили герцог в Сербии. Но это в действительности не так. Именно раздел Российской империи начался. И Германия на победоносность пошла, а здесь большевики создавали смуту в армии. Но и не только большевики, тут много было всяких партий, которые не хотели войны. И как Троцкий ни мира, ни войны, провозгласил и тем самым отдал и Украину, и Польшу, но все отдали Германию. А вот в это время страны-антанты, которые нам говорят, что они вроде как вторглись к нам, страны-антанты, они не вторглись, они как раз отсоединились. И вот 1922-1924 год, это время образования, действительно образования Франции, Англии, Соединенных Штатов Америки. То есть вот это страны-антанты, а почему антанты, кстати? Анты, это вообще жители Византии, вот, анты. И поэтому, поскольку Российская империя наследница Византии была, потому что это ведь Римская империя, вот, была тяга к этому античному всему кантам, и поэтому Антанта. Появилось потом мало Антанта, куда входили там эти Ажиербия, Чехия, Солаки, ну, потом Югославия, там много стран. Вот это была Трентом, они тоже делились, и у них началась самостоятельная жизнь. Но поскольку у нас, в общем-то, количество выдающихся людей в Российской империи, они были, ну, их немного было, да, вот, началось их размножение. Ну, например, граф Калиоса, известны, да. Если вы посмотрите и его внешний вид, портрет Лова Зье и портрет Михаила Ломоносова, увидите одно и то же лицо. Датский сказочник Ханс Христиан Андерсов и русский писатель Николай Гоголь. По внешности это тоже одно и то же лицо. Причем, ведь, Ганс Христиан Андерсон, он имеет биографии полностью идентичны Гоголя. То есть, один боялся, что его закопают живым, и второй боялся, что его закопают живым. У одного несчастная любовь, после которой он не женился, и у второго тоже несчастная любовь, после которой он не женился. Если мы посмотрим на произведения Андерсона, там Золушка, значит, какие там еще у него произведения, но они очень русские все, понимаете, то есть, они как-то наши, и у нас они принятые. Если вы посмотрите на творчество Гоголя, у него два томика, а он всю жизнь писал, был профессиональный писатель. То есть, два тома за свою жизнь никак не напишут. Ну, два, ну, три года, ну, четыре года. Вот, это же там не научный труд, а, в общем-то, велитристика. Вот, тратить столько времени не приходится на ее написание. Поэтому у него много томов, которые раздали, разделили между Андерсоном и Гоголем. посмотрите портреты Флабера Густава и Ивана Гончарова одно и то же лицо, лорд Байрон и Александр Сигельевич Пушкин вообще полная идентификация. Николай Гумилев и германский философ Людвиг Фербах тоже одно и лицо. Тючев и Гейна тоже одно и лицо. Известный английский писатель Рейдер Киплинг и Мамин Сибиряк тоже одно и лицо. Иван Тургенев и Георг Вильям Гегель тоже одно лицо. Эммануил Кант нам известен как немецкий философ. И Георгий Романович Ержавин тоже одно и то же лицо. Петр Вяземский и Франсуа Рабле тоже одно лицо. Дмитрий Писарев известный в общем-то философ который якобы 20 лет умер утонул вернее. И Шальфуе они вообще ничем не отличаются. Потому что уже были фотографии а фотографии сложнее подделать чем портрет. Фан Визин ну это как бы наш первый писатель да и Жак Казут французский писатель одно лицо. Марк Вен и Леонид Андреев одно лицо. Виссарион Мобилинский и Фридрих Шиллер тоже один и тот же портрет. Лассаль деятели немецкого рабочего движения писателя и российский писатель писемский одно лицо. Сухого Кобылина и Альфон Даде Альфонс Даде одно лицо. Сен Симон известный французский писатель социалист и Радищев тоже одно лицо. То есть шло размножение их очень много еще можно перечислять и перечислять и среди писателей а и среди художников среди композиторов точно такая же история. Но даже Амар Хаям и российский поэт Николай Некрасов это кажется тоже одно лицо. Причем если посмотреть стиль Хаяма и стиль Некрасова очень похожи. Аскар Уальт известный английский писатель и Георгий Чулков тоже одно лицо. Даже писатель фантаз Жюль Верл который нам представлен на 11 век вот и Алексей Толстой тоже одно лицо. Ну и так далее. То есть насочиняли напридумывали всяких писателей у себя придумали культуру придумали историю разных стран. Хотя история была одна Римской империи которая сражалась с великорусской державой ну и в конце концов ее победила потому что слишком много было вот этих римских походов Крестов и больше 20 официально известных ну а еще скорее там имя официально сколько было то есть воевали все и у нас воевали и детишки и воевали взрослые женщины которые уже побывали матерями родили детей и уходили тоже воевать защищать Россию потому что великоруссию потому что не было мужиков мужики были все выбиты именно в то время возникают гаремы так называемые гаремы от слова горе и у гнезей у русских было по 2000 наложниц и по 300 жен как у Владимира Красного Солнышка который и это было не потому что вот он такой вот могучий и ему так все это интересно а потому что это была необходимость мужчины использовались лишь как производители вот 300 женщин 300 жен то количество жен которого мог обслужить за год а 2000 наложниц это не то что их задолги там какие-то продали как нам рассказывает а налона это женщины которые налона именно наносила семя для того чтобы они могли зачать детей мужиков потому что не было такое было соотношение один мужчина на 2300 женщин поэтому воевали детишки Александр Мевский он 4 года стал уже воином а Святослав Хоробра он в 3 года уже стал воином это как раз говорит о том что в 3 в 4 года дети уже у нас воевали то есть у нас великое прошлое в действительности которое конечно не хотят замечать наши недруги и к сожалению многие из европейских народов поддавшиеся на эту пропаганду повторяют то же самое что мы не имели истории что мы пьяны что к нам прислали каких-то врядов которые нам стали управлять все это неправда мы великая страна мы заселяли всю планету и мы великая раса потому что раса это чистые чистые земляне все остальные они пришли и они не земляне потому что если взять то же самое хазари хазари это в действительности описанные и существующие легенды минотавры то есть люди с лошадиной головой хоз до сих пор на английском означает лошадь поэтому хазары более того они поскольку завоевали весь мир хазари остатки ее присутствуют но и в виде финно-вангорской группы языков во-первых во-вторых вот эти все названия манга монголия монголия вообще мангала это название марса на монгольском языке и марс у нас ведь смотрите марс а в некоторых языках европейских он называется март в честь него у нас есть даже месяц хотя нам рассказывают что у нас григорианский греческий календарь но в действительности у нас римский календарь даже в этом мы обмануты потому что все месяцы названы в честь римских императоров или хазарских завоеваний то есть тот же марс например марта например август римский император октябрь октавиан римский император янус январь двулику янус один из богов римской империи но февраль это фавны там понятно вот ирюль июль в честь юлия цезаря то есть даже вот в этих примерах мы видим что нет у нас никакой греческой никакого греческого календаря у нас есть римский календарь и вот таких вот примеров к сожалению можно все время вспоминать и сейчас выдавать но я хочу на этом закончить и ответить на вопросы да наверное первый вопрос будет от меня потом я уже здесь набрал целую серию вопросов от радиослушателей в чате народно-славянское радио которое оставляет их первый вопрос такой а что нам даст вот такой обывательский вопрос что нам даст тот факт если мы вскроем свою историю если мы все поставим на свои места если мы поймем что как было на самом деле неужели сразу у нас наступит рай на земле неужели сразу все люди начнут жить по совести в аду с природой и вообще у нас здесь все будет хорошо нет конечно не сразу но во всяком случае предпосылки для этого будут уже созданы сейчас когда русским внушено что они отсталые что они пьяницы им ничего не остается делать как играть эту роль отсталых и пьяниц но когда они узнают что они наследники великой державы что они потомки великой расы землян у них изменится отношение к себе и отношение ко всем остальным соответственно изменится поведение изменится отношение к работе ко всему изменится отношение то есть возможность возврата к 라ю возрастет в десятки и сотни раз ну то есть через самосознание что ли через самоосознание это все произойдет так получается конечно конечно тут же это же от самосознания самосознание очень много что зависит. То есть как человек к себе относится, он так себе и делает. Если он относится к себе как к дерьму какому-то последнему, ну так он и будет дерьмом. А здесь совсем другое. А если сейчас взять какой-либо пример насаждения свинского отношения к себе самим, например, через кинематограф, если мы берем тот же самый фильм, про который тут уже все, наверное, говорят, фильм «Викинг», и если разобрать, кто его делал, с какой целью, наверное, не все знают, что главный консультант фильма очень известный человек, который придерживается нормандской теории, который является и участником, и занимает должностные высокие посты в еврейских организациях, в том числе и связанных с возрождением Каганата. Вот как-то вот так, если коротко, кто захочет, пожалуйста, найдите, там есть полная информация об этих людях и об этом человеке, о котором я говорю. Но вот если мы сейчас так немножечко разберем, кто делал этот фильм, для чего делалось, что там показано, как все это показано, как этот фильм тогда можно оценивать нам, простым людям? Дело в том, что они же говорят, викинги и варяги это одно и то же. Если это так, то варяги, на санскрите варяхи это вообще свиньи, люди свиньи. То есть, надо было им приделать соответствующие морды, и тогда бы это было бы все уже реально, ну, более-менее реально. У нас дело в том, что много всяких завоевателей, которые приходили на Землю, ну, те же, например, Элины, да, вот, или люди-олени, известный персонаж усердных народов, очень распространенный. Вот, люди, бычеглавы, например, да, вот, Таврия, например. Таврия вообще, это название как раз тоже бычеглава. Вот, первые, в принципе, завоеватели были именно Таврия у нас, потому что современного человека у него 46 хромосом, а у коров, в которых были превращены Таврия, потому что у нас ведь воины-то были все магические, связаны были с превращениями. И до сих пор, в принципе, люди спонтанно иногда превращаются в то или иное животное. Не всегда так оканчивается благополучно, потому что, если он превратился, например, в тигра, или еще в кого-то, его могут убить. Но если он там превратился в кошку или в собаку, он может потом возвратиться обратно. А эти превращения, они происходят, как ни странно. И связаны были они как раз с магическими войнами, когда эти превращения происходили. И до сих пор у нас во многих деревнях рассказы бытуют о тех, которые могут превращаться или в птиц там, или в свиней, или в собак, или в волгов. То есть даже у нас есть название Ярославской губернии деревня Обращиха. То есть там могли обращаться. До сих пор там живут люди, которые, видимо, владеют этой техникой, технологией. Вот. Поэтому вот бычьи главы там. Ну, во-первых, конечно, когда они напали на землян, то у них не сразу появились рога. Многие, ну, немногие, но много коров ведь не имеют рога. Вот. То есть бычьи главы им их приделали. Приделали, потому что они как раз растут из височной области, где у нас центр слуха находится. А ведь воины, они же были магическими и связаны со звуками. Потому что вся терминогия военная, она вся связана так или иначе со звуками. солдат, золото, тактика, такт, война, войн, поле брони, броница. То есть все связано так или иначе со звуками. Этих терминах, конечно, гораздо больше, это я только привел несколько. Так вот, хазар тоже превратили в лошади. Арии, арии вообще на латыни это овцы. И арии тоже были превращены в овец. Но дело в том, что большинство на сегодняшний день животных, млекопитающих, их 19 отрядов у нас насчитывается, они имеют черный цвет кожи. Исключение только свиньи и овцы. Но у свиней там у них и хвост в общем-то достаточно большой и 8 грудей. А вот у увец у них, несмотря на то, что белая кожа, у них 2 груди и хвоста почти нету. Точно такой же хвост, как и у человека. 3-4 позвонка всего лишь на все. У нас поэтому хвостовой отдел он взросший. У нас нет выступающих позвоночных. Вот этих хвостовых позвонков. Но если поставить нас на ноги и доставить ходить на 4-х ногах, то он может вполне появиться, прорваться. Вот поэтому овец вот они появились. И именно из этого именно овец всегда используют в качестве жертв. Потому что это люди, именно земляне. Они превращены были в овец. А вот у остальных у них темная кожа или черная кожа. посмотрите собаку. По носу даже можно видеть, что у них черный цвет. Вот. У кошек вот у них разные есть то есть у них бывает и темная смуглая кожа, вот. А бывает даже розовая, то есть белая. То есть они смеси всяких. А коты вообще это потомки готов, кошки. нощи кошачьи. Вот. Люди-медведи, например. Да, вот и кстати говоря и люди-медведи и у них был царь в Махабхарате описанный Джамбаван. Люди-обезьяны, которые сейчас как еди там воспринимаются. Вот. Они тоже описаны, они тоже захватывали нашу планету и они в Махабхарате присутствуют как значит люди-обезьяны, которых возглавлял сначала Хануман, а потом их стал возглавлять гулиганы. У нас тоже сохранилось это слово. Понятно, что означающее. Хан-Ану-Ман. Хан, понятно, у нас хан было куча, это люди-обезьяны. А Ану это его настоящие и Ман это указание откуда он прибыл, потому что у нас Луна имеет во многих языках название Маумун, Ман, но и Ман имеет и человек, и обезьяна тоже означает в европейских языках. То есть люди-обезьяны прибыли к нам с Луны. И ведь у нас когда-то ведь тот же самый царь Иван Грозный, он же был повелитель синие планеты, его титули написаны. Вот. А откуда планета-то? Потому что наша цивилизация еще в его времена она заселяла в общем-то всю Солнечную систему. Но в силу того, что нас все время стравливали и поэтому получилось так, что мы все друг с другом перессорились и потом они стали сюда внедряться. Та же самая Венера, например, да? Вот греческое название, жеческое ее название, Афродиты, даже не Афродита, богиня красоты, как нам говорят, а Афродиты, как вот города, города там, Сумы, например, да? Ткачи в множественном числе. А что такое Афры? Африка, Австрия, Австралия, это все места, которые воевали в свое время Аввы. Аввы это люди мартышки. мартышки это не обезьяны, они совсем другие. У них тоже черный цвет лица, кожа, вот, за их исключением шимпанзе, но шимпанзе это уже обезьяны, не мартышки. Тоже они все прибывали к нам с разных планет, и они захватили Венеру в свое время. Точно так же, как Марс был под Хазарами, Луна была под обезьянами, вот, а Венера была под мартышками. А остальные все, вот, у кого черная кожа, они прилетели со спутников Юпитера, там, Ива, Европа, Калиоста. Калиоста, кстати говоря, это, вот, как раз люди Тавры вполне возможно с Калиостом, потому что Калиоста это вообще по греческим легендам это корова, которая ну и она там непрекаянно долго была, ее Азевство превращало в человека то в корову, вот, но это название вполне может быть, хотя это не обязательно, конечно, указывать на то, что там все-таки были Тавры. Вот, люди-псы, песегладцы, очень распространенный персонаж русских народных сказок, да, тех же, которые Крестовский там собрал, но и вообще вот русские сказки, они так иногда появляются под другие, под, значит, составители другие, не Крестовские. Вот, там песегладцы, они играют большую, они, кстати говоря, вот в Китае находились, песегладцы, и вот сионизм, сина, это вообще собака, это как раз, ну, как раз идет от песегладцев, сина, это собака, синоцефалы, это песегладцы, на латыни. Вот, восстание сипаев, которое нам сейчас описывают, как восстание людей, это в действительности восстание синайцев, то есть тех, которые были песегладцами, но большинство всех вот этих непохожих на нас, их перебили в конце концов и загнали, значит, в непрописную, то есть песегладцы, ну, вот мы их встречали на Урале, значит, и в Карпатах они присутствуют, но они непрописные и в Москве, но в Москве это за кулисы, за кулисы, ну, мы с ними пересекались в силу того, что, значит, был обмен информацией, по магии, там, и прочее, и прочее, вот, ну, с Готами тоже у меня была встреча, вот, с Хазарами не было, Хазары, они, вот, с людьми, которые старые, они помнили еще после революции, они, до революции родились, после революции еще жили, и я их застал, они говорили, что удумурты, это люди-вошаги, но их истребляли, истребляли, потому что у нас были специальные отряды, но у них сейчас есть, когда находят непрописных, неважно, православных, там, людей, там, кошек, людей, там, обычеглавов, тех же, их уничтожать все равно, потому что они должны быть прописаны, прописаны, те же гоблины, вот, с ними у меня вообще был очень тесный контакт, вот, по ними Урал, кстати говоря, вот, они имеют царицу Анну, и я подозреваю, как раз, что царица Анна, это и есть хозяйка Мирной горы, ну, и они как бы скорешились с гоблинами именно потому, что в Великую Россию когда-то уничтожали, дело в том, что вообще, когда уничтожают государство, остатки его создают всякие подпольные организации, ну, например, Манжур, когда уничтожили, ну, осознанного триада сегодня, ну, а Манжур, это же русские люди, там русский язык был, в основном, вот, и триадой в действительности командует русские, хотя это китайская считается мафия, якудзи, которые в Японии, когда уничтожали аинов, жителей коренных Японии, они создали вот это якудзи, то есть они, они, в общем-то, возглавляют мафию японцев, ну, правда, они, конечно, там смешались, стали уж японцами, вот, та же самая мафия, да, мафия, она, в общем-то, возникла во времена, когда Италия противостояла Франции, вот, и мафия, это аббревиатура, что убей, значит, убивай француз, да здравствует, значит, далее, так переводится слово мафия, коза ностры тоже возникла, в результате, так сказать, завоевания Италии, ну, и так, большинство, русская охранка, которая, в принципе, создала в Европе свою мафию, но они так себя не называют, понятно, в настоящий момент они курируют достаточно большие потоки денег, вот, наши КГБ, которые 7 раз грамили перед перестройкой, тоже создали такие вот организации, владеющие с тайными знаниями по управлению людьми, вот, ну, и так далее, то есть, вот это, поэтому царица Анна, вполне возможно, она как раз вот, порождение вот этого, уничтожение Великой Руси, почему она вот стала у гоблинов, и я пытался встретиться, но мне эти проводники обещали, но ничего так и не сделали. Владимир Алексеевич, так все-таки по поводу вот этого фильма, который не так давно вышел, что можно сказать? Это что, провокация? Это продолжение нагнетания вот этой глупости? Или что это такое? конечно, это же фантазия на тему истории, ну, есть народ, который в это все верит, в Европе, но ради Бога. Дело в том, что когда ты опираешься на иллюзии, у тебя, в принципе, жизнь вся иллюзия, то есть иллюзия, это же даже не пыль, это вообще ничто, вот, поэтому когда прошлое у тебя иллюзия, то и будущее у тебя иллюзия, его нету просто-напросто, поэтому надо обязательно знать свое прошлое, как оно было в действительности, а иначе не будет будущего. Хорошо, теперь после такого замечательного ответа мы можем перейти уже к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного Славянского Радио, вам нужно найти наш сайт, пока это старый сайт славомир.орг, новый еще пока не запущен, проходит стадия тестирования, так вот, ищите слово чат, заходите туда, если еще не зарегистрированы логины, пароль, себе придумывайте, e-mail указывайте, единственное, что в e-mail не должно быть каких-то подчеркиваний точек в названии до собачки, которая, чат старый не понимает все новомодные введения. Вот, и один раз регистрируетесь, после этого можете пользоваться чатом постоянно, переписываться с друзьями и задавать вопросы в живой наш эфир. И вот, как раз такой вопрос мы читаем сейчас от Юрия из Бреста. Владимир Александрович, почти так написано, но Алексеевич, скажем так, верна ли информация, что медный всадник в Петербурге был установлен в честь какого-то римского императора, а голову Петра ему позже прикрутили в кавычках «благодарю». Если можно, чуть ближе к микрофону, а то звук пропадает иногда. Ну, это нисколько не удивляет, что в действительности значит, эти римские императоры, сам Петр I тоже, в принципе, римский император, потом стал русским императором, вернее, российским императором, русскими они никогда не были. И вот эта вся возня, которая была вокруг, значит, Петра, потому что Петр, это в действительности год, годы, он был годом, и на занятые Петербурга санкт, да, а вообще-то сангод, святой год, Петербург. Вот, когда Петра I подменили, фактически подменили писиглавцы, потому что были годы у нас, когда там, помните, был Годунов, это вообще-то Настя Годская, Ирина Годунова была замужем за Федора, ну, нам говорят, Федор, вообще-то он Теодор, но Теодор, это сейчас английское имя, да, Тео, это вообще греческое, мужическое, вот, вот Ирина Годунова, значит, Борис Годунов, это все годы, и уже, когда пошли, значит, вот там придумали Михаила и так далее, это все, как бы, не наше все было, но вот Петра, его поменяли, поэтому он убил свою там жену, ну, кстати говоря, говорят, что он ее сослал в монастырь, вот, а я вот читал, что он убил ее, я просто не помню, в каком месте, источник не помню, потому что он убил там своих трех детишек, оставил одного, самого маленького, вот Алексей, который был у него сын, да, он вырос, вот, и он пошел против отца, и вот, собственно говоря, Будда, вот просветленный переводится, вот и Будапешт, да, и Бухарест тут, ну, Будапешт в основном, Будда и Пешт, Пешт это вообще печать, это присягнули Будде, потому что Европа восстала, потому что Петр был не настоящий, а Алексей, он повел против своего якобы отца восставший народ, и ему вот присягнули, так вот, он как раз и был Буддой, похоже, что он был Буддой, ну, и потом, если вы посмотрите, какой Будда по внешности, и посмотрите Алексея, портреты, ну, в общем-то, можно уловить сходство, просто, каждый народ рисует и ваяет всегда под себя, вот, но у Будды характерно, вот, большие уши там, да, вот, такое широкое лицо, и весь он такой из себя просветленный и умиротворенный, но и потом, ведь, смотрите, нам ведь рассказывают, что когда его захватили, и вот первый, значит, его там стали пытать, и он все рассказал, но это вот неправда, потому что Зенон, это в действительности тоже был Будда Зенон, потому что Сан, Сан Он, Сан Гот, опять же, вот, Зенон же, он же откусил себе язык и выпрямил своим, значит, захватчиком в лицо, то есть, никого он не придавал, вот, то есть, вот так вот, геройски, можно сказать, погиб. В общем, если подвести итог ответа, то Петр Первый, скорее всего, на коне которой, медный саник, что это первичное какое-то, другое извоение было, и потом все-таки голову Петра ему туда поставили, получается так. Может быть, я не отрицаю такую возможность, потому что я смотрел похожесть российских императоров римским императорам, которые есть, но дело в том, что римскую императору, ее вообще там, ну, сейчас же Рима как бы не существует, ее там напридумывали, всех этих императоров наделали. Есть там портрет, ну, скульптура, которая очень похожа на Николая Второго, вот, есть скульптура, которая была похожа на Николая Первого, вот, но больше их просто я не нашел таких вот. Да, и была еще скульптура, вот Юлии Цезарь, по-моему, который похож был на Петра Первого, но я не берусь сейчас утверждать, сейчас просто не помню все тех анализов, которые мне пришлось сделать. Вот, но немного таких совпадений, потому что скульптур же от Рима пришло много, и можно было кого угодно объявить императором или императрицей, или там еще как-то. То есть, не обязательно соблюдать это было схожесть. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Здравия с ведущим. Владимир Стул задает вопрос. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь о карусах? Они о себе говорят, что прилетели на нашу землю в 1245 году примерно, а уничтожили их в 1920 году. Строили здание с колоннами двух, четырех, шести, восьми колонн, здание трех, четырех, пяти этажей, и если так, так многое складывается. Прошу прощения, неправильно написал обращение. Ну, то есть, я уже исправил, так что нормально. Так, уничтожили армию, а люди-хранители остались. Они как раз об этом написали. Я тут информацию изучаю, если вопрос непонятен, можно не отвечать. Владимир Испутин. Ну, я от Карусов, честно говоря, ничего не слышал, но очень интересная информация. Хотелось бы ее услышать, как-то бы ее от вас получить. Если она есть в интернете, ну, тогда я воспользуюсь. А если ее нет в интернете, было бы неплохо, если бы вы мне как-то бы смогли ее переслать. То есть, не стесняйтесь, если есть какая-то информация, которая здесь у нас не озвучена, присылайте ссылки, и делать будем общее интересное дело, разбираться в исторических фактах. Дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Здравствуйте, Владимир Алексеевич, написано опять. Владимир Алексеевич, все-таки уточняю, как вы думаете, есть ли связь между войной 1812 года и декабристами? Спасибо. Конечно, конечно. Дело в том, что вот декабристы, которые нам представлены как восстание декабристов, и янычары в это же время в Турции, это в действительности большое было движение, опять же, побежденной Великоруссии для того, чтобы свергнуть вот этот римский режим. И поэтому понятно, что если бы вот так вот было, 12 человек у них основных, то об этом шуметь и писать историю не стали бы. А вот именно, что декабристы, что они вот хотели свернуть царя, но никто не пришел на площадь, на Сенную. Ну, известная история. Вот. Ну, а Турция, почему там инычары вдруг восстали? Это как раз вот и говорит о том, что это восстание было по всей евро азиатской территории. Ну, его удалось подавить. Частично, конечно, потому что в 1848 году все-таки и Крым, и Турция, вот Крымская война, да, они все оказались под властью опять же Великоруссии. То есть, Великоруссия долго сопротивлялась и периодически она, в общем-то, ну, создавала снова и свою государственность, и свою территорию, и все прочее. Хотя, вот, была захвачена. Угу. Так, смотрим дальше. Вопрос эфир от Данила. Здравия с ведущим. Владимир Алексеевич, известно ли вам что-нибудь примечательного о контроле космических кураторах нашей цивилизации? Если же он и имеется в данной реальности, то поведайте вкратце. Благодарю за ответ. Да, дело в том, что рептилии, которых в 2011 году новые кураторы изгнали с земли, они, в принципе, здесь внедрили нам всю вот эту арабскую систему, вот эту всю государственность вместо державности, да, внедрили тюрьмы, основной рассадник преступности и, в принципе, управления людьми как устрашающего элемента. Вот. И самое это интересное, что вот в тех же тюрьмах, да, вся вот эта тюремная лексика, она вся связана с русской волшебной культурой, так или иначе. Ну, например, вот сейчас вот известно слово урки, у нас были урги, урк это теурки, демиурги, метеурги, то есть урк вообще, если вы переставите эти буквы, круг, или гуру тоже получается из-за этого же. А в гуры, это, кстати, те, которые, в общем-то, достигли уровня, жрецы, которые достигли уровня, способные самообучаться. На уровне в гуры надо было выходить. Ну, вот их садили в тюрьмы, и вот получались урки отсюда, да, вот. Уголовный кодекс, который нам тоже достался от Римской империи, он, в принципе, наказывал людей за использование того или иного священного, чудесного, волшебного, углов их много, да, но они вот все стали уголовниками, за то использование того или иного угла следовало какое-то вот наказание конкретное. Вот, постепенно вся эта, ну, это углы вообще связаны с колодовством, ну, или колодовством, как сейчас говорят, вот, и с волшебством, вот, все это волшебная дисциплина, они все искоренялись, и их садили тоже в тюрьму, ну, в основном сидели русские жрецы, конечно, вот, слово заключенный, например, да, откуда оно пришло, потому что вывести за кола, а кола это означает жизнь на этом свете, жизнь на том свете, это кола одно, мы вот так вот периодически приходим в эту жизнь и уходим, и вот мы проживаем кола, на том свете мы как бы учимся, но если мы совершаем неблаговидные поступки, мы выходим за кола, поэтому мы становимся заключенными, а в тюрьмах созданы специально такие условия, чтобы человек нарушил заповеди, нарушил мораль, и таким образом оказался заколом, то есть заключенным, ну, или слово преступники, преступники, слово ступать, это и слово ступа отсюда, да, на которых летали, ступы, которые сейчас, значит, строят буддистские храмы, называется так, и вот Петр Первый, он издал как раз указ о запрещении использования черной березы в качестве материала для изготовления ступ и сапог скороходов, да, а те, кто продолжал использовать, они были преступниками, потому что они все равно продолжали ступать, вот эта техника ступания, она до сих пор сохранилась в степете Улунггумпап, которые могут, значит, используя ее, бегать, значит, по горам, пропастям, навешивая на себя цепи, чтобы не оторваться от земли и не улететь, но у нас вот этим занимались и те, кто мог ступать. Те же лошади, которые иноходцы, их сейчас почти не осталось, практически всех истребили, а они, в общем-то, могли тоже летать, потому что они владели техникой ступания, и конек-горбунок, который там летал на очень большие расстояния, мог прыжками передвигаться, он как раз и был иноходцем, то есть владел тоже техникой ступания. То есть русские сказки не врут, все это правда, и тюрьмы, которые нам эти инопланетяне здесь навязали, они как раз и создали те невыносимые условия, которые разрушили в конце концов русскую волшебную культуру, потому что жрецы, они все оказывались за решеткой, и в силу того, что они там находились, создали свой язык фени, который называется, он правда в XIX веке сильно отличается от современного фени, но тем не менее на базе этого фени в свое время был создан иврит, потому что в общем-то жрецы это были явьерии, явьерии, которых сейчас соединили там и с жидами, и ашкенази, и с левитами, но их 49 названий, то есть их со всеми соединили, а это в действительности были русские жрецы, и против них натравили русское население, поэтому не все евреи в действительности являются жидами там или еще кем-то, некоторые из них в действительности имеют русские корни, более того, вот в силу того, что раньше русские жили везде, вот, и когда приходили захватчики, они уничтожали все коренное население, а евреев они уничтожить не могли, не могли, потому что жрец, он связан обещанием, не применять знания против людей, но если его убили, или это не люди, он эти знания мог применить, и поэтому там мало уже никому не показалось бы, поэтому их не трогали, и поэтому евреи в действительности, они разошлись по всему свету не потому, что их везде гнали, а потому, что они там жили всегда, в Китае, в современном, в Южной Америке, в Африке, в Северной Америке, в Европе, везде есть евреи, кстати говоря, происхождение слова еврей жит и француз, вот в годы советской власти из-за использования слова евреи ничего не было, вот если вы скажете жит, вот могли дать срок, ну а если ты сказал француз, могли расстрелять, поэтому произошло слияние этого термина со всеми тремя, ну француз сейчас практически редко кто потребляет, и знает даже, что французами тоже вот их называют иноземцами, кстати говоря, у нас из иноземцев было много, ведь сохранилась опять же в русском языке мохнатая лапа, ну то есть когда-то нами управляли обезьяны, ханы, вот, поэтому вот такая штука, кстати говоря, вот я не забыл сказать, что ану, он в общем-то присутствует в германском счете, дело в том, что всех спасов их записывали, им давали первое число, вообще потому, что боги все пронумерованные имеют свои числа, но поскольку у нас были гражданские войны, одни и те же боги, и боги сталкивались между собой, поэтому пантеон у нас подразрушен несколько, и делали поэтому спасов, и спасов тоже присваивали, как правило, какое-то число, но это число было один, поэтому, когда мы говорим раз, это в действительности у нас был спас такой, разен, когда мы говорим один, у нас был спас такой, один, когда немцы говорят ан цвайдрайда, вот, потому что у них был анну такой спас, а когда англичане говорят ван, хотя пишут он, ну, тоже как бы анну, но вообще ван, потому что ван, вена, венеция, и венотырь по миролюбому, это как бы был такой русский царь, венотырь, и венами до сих пор балты зовут русских, то есть у германцев, да, вот не у палатских, там славян, не у прус, у прасыков, а именно вот германцев, у них обезьяний корни, потому что у них анну, то есть хамуман, вот, ну и у многих там народностей, или хазарские, корни как у венгров, например, да, вот, или, значит, каких-то других там народов, тех же самых, ну, там, элины, да, лада, атика, атис вообще это крыса на латыни, и атика, она, в действительности, люди-крысы тоже представлены широко в фольклоре, это в действительности как раз завоевание вот этими людьми-крысами нашей планеты, ну, грызуны, они, в общем-то, самое широко представленное на сегодняшний день, вернее, самый широко представленный именно отряд грызунов, которые, в общем-то, заполонили сегодня всю планету по сравнению с остальными всеми млекопитающими, вот, ну, и возвращаясь к вашему вопросу, инопланетяне, конечно, внесли огромный вклад в наше опускание, и это все произошло после апокалипсиса, когда у нас появились океаны на земле, потому что находят же эти глобусы земли, да, где нет океанов, есть моря только, а то, что у нас появились океаны, дело в том, что у нас под землей воды находится больше в 6 раз, чем на поверхности, это связано с тем, что у нас был Тартар, где до сих пор, в принципе, остались и подземные реки, и подземные моря, и озера, вот, и когда его бомбили, а их было 6 этажей, согласно Махабхарате, то часть этой воды, она вышла на поверхность, вот там же глубина где-то 5000 метров у нас, да, но это разбомбленный Тартар. Так что вот роль инопланетян очень неблаговерна. Так, хорошо, следующий вопрос от Геннадия из Тари. Владимир Алексеевич, от 300 спартанцев, это случаем не 300, то ли воинов Арконы, очень похоже, очень, благодарю за ответ. Да, вполне возможно, что и Арконы, дело в том, что село в большое гнездо, ведь почему вот так назвали, не потому, что у него было 12 детей, как нам рассказывают, а потому, что он воспитать смог, ведь когда воинов смог, витязей воспитать смог, потому, что ведь когда захватывали нашу землю, сразу же вводили там право первой ночи, дальше, значит, право, значит, определять, кто твоим будет супругом или кто у тебя будет супруга, то есть, рабство полнейшее, да, поэтому люди бежали вот в эти заповедные леса, которые, кстати говоря, захватчики взгли интенсивно, не потому, что там у нас огненно посечное земледелие, как нам рассказывают, потому, что выжигали этих партизан, вот, и вот там сразу все отменяли, и потом, ведь, смотрите, дело в том, что когда соблюдается девственность и целомудрие, у этой пары рождаются люди с божественными возможностями, сразу же, это еще было отмечено в опытах, значит, Сталин и Гитлер проводили вот это вот совместное выращивание сверхчеловека, потому, что у нас тоже была сначала идея сверхчеловека, которую потом заменили, когда война с фашистами состоялась, значит, на нового человека вместо сверхчеловека, и вот они обратили внимание, что, во-первых, дети рождаются, которые сразу понимают все языки, то есть, говорят на телепатии, понимают животных, понимают растения, вот, сразу могут ходить, сразу могут говорить, и, более того, у них голубая кровь, такие моменты они вот определили, вот эти вот поселения, они, кстати говоря, до сих пор существуют, даже на территории России, вот, но они все, конечно, не прописные, потому что таким людям, естественно, появляться нельзя в нашем обществе, вот, так, мы с чего начали? Мы начали с вопроса, который про 300 спартанцев и про арконов, но если... 300 спартанцев, они как раз воспитаны были, родились от девственниц и целомудренных юношей, и сразу приобрели эти свойства, и поэтому они смогли противостоять 4-миллионной армии, вот, именно, имея всего лишь 300 человек, вот, поскольку это, опять же, приписывают грекам, которых и не было, ну, а раз греков не было, кому еще это может принадлежать, этот подвиг, конечно, русским, потому что русские, они населяли вот все земное пространство. Хорошо, идем дальше, Казак задает вопрос, Владимир Алексеевич, известна ли вам гипотеза Лобова о 7-тысячелетнем древе рода Пушкина, Александр Сергеевич, описано в его книге «Тайный ларец Пушкина», благодарю. Ну, с Лобовым я не совсем согласен, всего того, что, ну, во-первых, этих дневников я что-то до сих пор так и не увидел, вот я только читал вот его там выводы, какие он сделал. Во-вторых, значит, про Пушкина существует некая параллель, потому что ведь Рим разрушил Грецию, да, по римской истории, вот, и последний царь был Салон, который, и он был и поэт одновременно, и поэтому новохронологи сделали такой вывод, что Салон и Пушкин это одно и то же лицо, и более того, Александр I, это и есть, ну, царь который, это и есть Пушкин, потому что Пушкин их, как опять же показал другой исследователь, было два, один автор, автор, этого, как он, Мудищев-то этот называется, да, ну, и Хулиганский, там, все вот эти стихи, которые приписывают Пушкину, а другой, это вот, который написал, там, Лукоморье, известная, значит, Татьяна Ларина, там, и, как это произведение, уже не помню, называется, который мы в школе еще учили, наизусть. Евгений Онегин, в смысле? Да, Евгений Онегин, вот. Понятно. Ну, много-то чего он написал, Пушкин, Евгений Олегин, и то же самое, там, и знаменитую вставочку, ты помню, да, здесь русский, здесь Русью пахнет, про Лукоморье. Про Лукоморье, да. Ну, и потом Байрона, вот посмотрите, вот портреты Байрона, посмотрите на Пушкина, но одно и то же лицо, поэтому, вот, видите, очень все запутано, очень. Да, но у Байрона, все-таки не на русском языке, а Пушкина Руслана Людмилова, откуда Лукоморье, на русском, по-русски писал. А Пушкин, знаете, на каких языках говорил? На многих. На английском, в том числе. И причем, он в свободном говорил, и мог писать. Ладно, хорошо. Ну, значит, выяснили, что не совсем словом согласны, кое-чем не согласны. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Изматича. Здоровен. Так может, перечисляемые вами персоны, это не одно лицо, а переселение душ? Ну, они же жили в одно и то же время, поэтому тут никакого переселения по определению не может быть. там только любых фейербах и этот, Гумилев, разница. А остальные все практически в один в один, там два, три года, десять лет, там максимум разница. А так все за десять лет человек не станет таким большим переселением, просто может быть, по определению. Так, дальше. Святослав из Ярославля. Здравия, Владимир Алексеевич, Алексей и всем слушателям. «Благодарю за знания, которые несете людям». И вот тут начинается у него серия вопросов. Первый. «Элизабет Клерер родила ребенка Айлин Эйкона на планете Метон. Наша разведка, в частности, охотилась за этим ребенком. После этого случая в 1984 году британская МО объявила о существовании НЛО. Были встречи Билли, Майера, Семьясы, Адама из Телоса, встречался с Аурелией Джоунас». И так далее. Вы в своих книгах и лекциях пишите и говорите, что не прописанных вопросов как-то так эта фраза построена. Итак, расскажите, где живут из Агарты внутренней Земли? Живут ли в нашем измерении или уплотняются до нашего физического плана из другого измерения? Вы пишете, что у них огромный рост, что они приезжали в Москву двоим, они предлагали уехать вместе с ними. Поддерживаете ли вы связь телепатическую, забирают ли они к себе кого-нибудь от нашей цивилизации? И есть ли возможность сейчас уехать к ним? Вот это первый весь вопрос. Ну, вот про Элизабет я не совсем понял, да, что она родила ребенка. Фамилию просто я не слышал про этот случай. Про Билли Майера я знаю хорошую эту историю. он значит записал свои беседы с Симиаси, это командир корабля, прилетевшего к нам со звезды Плеяд, где она кстати рассказывает, что Плеядцы это выходцы с земли, что вот эти сто, ну, сейчас стажары они еще называются, Плеяды, да, сто там восемь, по-моему, солнца нет, сейчас не помню сколько она сказала, но просто число сто восемь у меня всегда на первом плане, так вот, там они заселены вот выходцами с земли, и у них есть родственники на земле, ну, то есть они прилетают с ними иногда там общаются, и с Билли Майером они общались, вот эти свои разговоры, съемки вот этих летательных аппаратов, она все время на разных аппаратах прилетала, меняла их как перчатки, вот, она, он, значит, сделал девять копий, одну из этих копий передал в Советский Союз тогда еще Марине Попович, ну, Марина Попович поделилась со мной, значит, вот у нее, значит, в ее кассете, да, у меня-то она переписана, уже, а вот в ее кассете это семья-си, она там сидит под деревом вместе с Билли Майером, они там беседуют, а вот в моей кассете этого нету, то есть она где хочет, там и записывается, где не хочет, там не записывается, вот, Билли Майер потом, через несколько лет пропал, как известно, у него было несколько покушений, вот, потому что он эту историю, в общем-то, рассказывал, он рассказывал о плеядцах, к нему приезжали комиссии всевозможные опровергнуть и доказать, что он шарлатан и мистификатор, но ничего такого не получалось, вот, в конце концов, вот, кончилось тем, что он пропал, или Симиасий улетел, или его эти все-таки грохнули, вот, потому что он жаловался ей, что на него вот совершаются покушения, вот, что касается Агарты, ну, Агарта, одна из версий, что Агарта это готы, одна из версий, вот, другая версия, что Агарта, Шамбала, Голубодни одно и то же, но в действительности это все разные страны, потому что у нас микроцивилизации больше 20, там Таурегия, сейчас я все названия просто так вот сходу не скажу, потому что там языков сломаешь, вот, значит, они все возникали именно в периоды, когда громили ту или иную страну, то или иное государство, они возникали и существуют до сих пор, соответственно, кому-то разрешено существовать и показываться и даже эксплуатировать человечество, ну, а кому-то запрещено, люди слоны, например, да, это хобры, они у Карамзина описаны, правда, там у него написаны обры, у них тоже своя цивилизация, может быть, они представляют это гаджет, во всяком случае, у меня такое вот ощущение, потому что нас с ними всегда были хорошие, теплые отношения, и римляне их ненавидели, ганнибал, которого потом назвали каннибалом, и каннибализмом стали называть вообще явление, которое, конечно, ганнибал никакого отношения не имел, потому что слоны, они не платоядные, вот, а ганнибал, как вы помните, использовал в своем войске слонов, но, я думаю, что ганнибал и ганнибал, это одно, один персонаж, потому что это люди слоны, они до сих пор, кстати, в Индии рождаются у женщин, потому что у них даже было с ними в какой-то степени слевения, но, тем не менее, вот смотрите, Индия вот хранительница и культуры бычеглавов, потому что у них корова священное животное, и крыс, потому что у них крыса священная, и обезьян, потому что они обезьяна священная, а вот слон у них не священный, в Таиланде, в соседней стране, он священный, то есть, в общем-то, может быть, Таиланд это как раз то место, где это грахтено всяком случае выходы, если это в действительности люди слоны, но я не могу это точно утверждать, потому что вот те уфологические данные о конфликтах именно с людьми слонами, потому что у них достаточно экзофический вид, и наши доблестные военные, они всегда начинали стрелять, вот, но поскольку это все для них как укусы комара, вот, они за это жестоко вообще наказывали людей, но не всех, правда, те, которые не стреляли, или по каким-то причинам, вот, но находился здесь, и по каким-то еще причинам, кто и не стрелял, тоже иногда всех убивает, кого-то оставляет живых почему-то, вот, но это вот то, что как бы из уфологической литературы стало известно, вот, люди-оанны, они тоже заселяют в принципе весь океан, вот, там, три четверти океана, это люди-оанны, вот, причем у них самые различные размеры, тоже, гоблинов, да, вот этих титанов, там, 30-40 метров, люди, ну, то есть, русалы и русалки, и люди-рыбы с головой человека, с рыбим хвостом, но с руками, как они нарисованы на шумерских табличках, вот, может быть, агарта это есть как раз та подводная цивилизация, но вообще вряд ли, потому что у нас оаны и оания, да, или океания сейчас называют, это в действительности название вот этой страны, у нас когда-то были русальные недели, совместное празднование вместе с русалками, дали православные эти праздники, то есть, у нас и религия это была общая, вот, ну, может быть, конечно, там аания распалась, и о горах-то она выделилась, не могу точно сказать, надеюсь, что, если в следующий раз у меня будет какой-нибудь контакт с параллельной структурой, обязательно задам этот вопрос. Ну, так здесь окончание было, предлагали они кому-то уехать с собой, и сейчас, как к ним возможность уехать, сохранилось или нет? Имеете ли вы связь с ними? Ну, кому-то, конечно, не предлагали, вот, дело в том, что, вот, те же непрописные, да, они тоже предлагают оставаться, вот, ну, условие такое, что 50 лет никуда нельзя выходить, то есть, пока твои родственники все не умрут, ты никуда не имеешь права выходить, ну, мало кто подписывается на это, вот, но они честно предупреждают, и потом, если ты попал к ним сам, вот, тоже оттуда не выйдешь уже, если они тебя пригласили, ну, они там используют меры предосторожности, то есть, тебе завяжут глаза, и проведут так, что никогда не найдешь их, вот, ну, и потом, они же еще обладают возможностью телепортации, у нас ведь система, вот эта древняя система транспортная, она ведь сохранилась, и кто знает вот эти места, знает, когда там они срабатывают, может попадать и в пределах планеты, и даже в пределах временных пространств, туда тоже можно попадать, благодаря вот этой транспортной системе, но она выглядит как, то есть, например, в тайге, типа, вот будки телефонные, помните, были будки раньше, куда можно было зайти, позвонить, она такая же, тоже красная цвет, красным цветом покрашенная, тоже, значит, со стеклами, вот, ну, как будка, ну, небольшие там такие вот закругления, только отличия, а так все то же самое, вот, зайдешь туда и окажешься в другом месте, они описаны, кстати, герои уфологической литературе, я встречал, и, значит, встречал людей, которые, встречая, находили такие места, ну, и сам знаю эти места, где можно перемещаться в совсем другие пространства. Так, второй вопрос. Один из инсайдеров Дэвида Уилл Кока говорит, что был на 200 различных базах в космосе и встречался с представителями 400 различных цивилизаций. Вы пишите в книге про межпланетную станцию на Земле на одном из озер летали ли кто-нибудь из ваших знакомых с этой станции, и, если можно, расскажите про нее подробнее. Ну, я сам чуть-чуть было туда не попал, то есть, когда я встретился с инопланетянами прямо в Москве, вот, заехал на станцию техобслуживания, договориться поставить машину, вот, и заходят два мужика, один здоровый высокий такой атлет, а второй нормальный коренастый, мужик, как мужик, черненький такой, но я смотрю, они что-то там просят у слесаря, какую-то фитюльку типа шпильки, вот, ну, я смотрю на этого атлета, но необычно такой высокий, у него голова меняет размеры, то большая, то маленькая, но я сразу понял, что к чему подхожу к этому коренастому, и говорю, вы инопланетяне? он говорит, да, я говорю, возьмете покататься, он говорит, поехали, ну, мы с ними выходим, причем это недалеко от центра Москвы все происходит, вот, выходим, и идем, идем, а там такой вражек, вот, они дошли до края этого врага и полетели, быстро полетели, а, значит, на дне этого врага стоит мотоцикл с коляской, но я за ними, значит, припрыжку, что, не дай бог, они без меня улетят, вот, подбегаю, вот, они, значит, они уже сели, вот, у них, значит, все открыто, первые два сиденья заняты, они сели, а сзади лавка такая, типа, у нас вот такие стоят в садиках, ну, в палисадниках, там, везде, но только не из дерева, типа, пластмасса, но я туда взобрался, а крыша, голову, то есть, мне пришлось согнуться, так, и у них, это, двери не было, у них просто закрылось это все, да, я спрашиваю, сколько лететь-то, но они говорят, надо еще нам куда-то там залететь, да, то есть, часа два до этого места, но мы, когда с ними шли, они мне вот говорили, что, ну, ну, Релама, там, у них вот станция, оттуда можно хоть куда улететь, ну, там какие-то по расписанию ходят, значит, типа электричек, да, вот, ну, и, короче говоря, я понял, что два часа мне тут не высидеть так, я говорю, ну, хорошо, я чувствую, что мне здесь некомфортно, ну, ну, давай, говорит, в следующий раз, я говорю, давайте в следующий раз, вот, опять, значит, не стало, стен, ну, я вылез, вот, они, говорят, отойди, ну, я отошел, ну, они моментально, то есть чуть-чуть поднялись и исчезли, вот, такая вот была история, то есть я так и не попал никуда, хотя, значит, я знал товарища, который пять лет учился в созвездии Лебедя, его взяли, причем он был нашим разведчиком, значит, в Испании сначала, а потом в Соединенных Штатах, вот, его лично курировал маршал Жуков, потому что он взял ГРУ в то время, вот, и он, значит, вот, встретился с инопланетянами, и мы предложили, вот, поехать к ним учиться, и вот он согласился, и спросил, значит, разрешение у Жукова, и Жуков разрешил ему, и вот он туда полетел, пять лет он там пробыл, так вот, ну, он как вот рассказывает, что там, во-первых, эти, стоят аппараты, да, вот, что тебе надо там, одежду, или там какие-то прибамбасы для кухни, или еще что-то, там, заказываешь, и тебе тоже все это, выдает, то есть, она, и она может выдать сколько хочешь, тебе, то есть, там происходит материализация, вот, в этих вот аппаратах, еда бесплатная, проживание бесплатно, учеба бесплатная, все бесплатно, и там, вот этих вот инопланетян, со всей нашей галактики, то есть, каких только там он не видел, этих инопланетян, вот, ну, и он там получался, вот эти вот пять лет, и потом вот вернулся, как раз маршал Жуков умер, ну, а у нас ведь, у этих, кто находится за рубежом, у него же нет документов, у него есть куратор, если куратор только один, больше никого нет, если с куратором что-то происходит, то этот человек, оказывается, неуделаемость, точно такая же история произошла, то есть, его не признали, тем более, уже была перестройка, там, все эти коды, они уже не работают, что ты это знаешь, что ты не знаешь, бесполезно, вот, и поэтому так получилось, что он оказался на уровне бомжа, но, тем не менее, вот информация, вот это и он поделился, информации много, просто, как бы, мы не об этом сейчас говорим, так, ну, хорошо, затягивать не будет, здесь много вопросов, время уже достаточно позднее, дальше, Владимир Алексеевич, вы пишете про русское воинство, вы пишете про русское воинство, Сидоров пишет про орден Гора, Олег Маркеев пишет про орден Полярного Орла и так далее, жрецы-хранители предлагали человеку нашего общества взять волшебные вещи, артефакты, в скобочках написано, чтобы вывести человечество из ямы, в которой оно находится, он, как вы пишете, отказался, расскажите, если можно, про эту ситуацию, и я лично не понимаю, куча воинств, есть артефакты волшебные, ну, будь как рама, сражайся за храм своих богов. Дело в том, что приехал великий шаман сюда, в Москву, вот, вот с этим вот предложением передать артефакты нашей императрице, то есть вот этой Наталье Первой, которая была замужем за Николая Третьего, которого короновали 4К-фессию в свое время, вот, ну, это не стало, опять же, широко известно, Николая грохнули, но Наталья осталась, и вот ей хотели передать, но, а она, в общем, там предложила ехать кому угодно, только не самой, а дело в том, что передать не могут только человеку, который помазан, вот, а что ехать тем, у которых нет этих полномочий, поэтому, это поиска, в принципе она состоялась, они там вызвали новые условия, там 100 тысяч евро за один артефакт, вот, ну, у организатора этой экспедиции, таких денег, понятно, не было, поэтому она оказалась бесполезной, и эти артефакты, они там остались лежать, это вот так, вкратце такая история, так, идем дальше, четвертый вопрос, Владимир Алексеевич, как относитесь к ченнелинговой информации, и читаете ли сами? ну, какие-то моменты, даже вот я прочитал, но так обычно, в ней много, конечно, вернее, подчернив, много подделок, вот, поэтому она меня, это как бы не очень интересует, но кое-какие моменты, они интересны бывают, поэтому здесь смешанные отношения, и как к подделкам, и в то же время, как некоторая правдивая информация, хотя даже, когда человек и получает от кого-то информацию, возможность подключения сторонней силы очень велика, и тот источник, которому это доверял, может совсем не туда повезти, поэтому отношения еще и настороженные, когда информация в прямую идет, то есть, когда вы встретились, поговорили, вот это она, тут уже понятно, что подделки не может быть, даже если он и поддельный, сам этот экземпляр, но он все равно говорит то, что ты тут уже чувствуешь, воронье, это и не воронье, пятый вопрос, Владимир Алексеевич, у Гитлера настольной книгой была грядущая раса Эдварда Литтона про представителей цивилизации внутренней земли, он организовал экспедиции по поиску входов в Агарту, с какой цивилизацией вступил Гитлер в контакт, вы говорите, что настоящий Гитлер был подменен, расскажите про это подробнее и ваше отношение к Сталину, напоминаю, что у нас немножечко другая, конечно, тема запрещенной истории Руси, а здесь мы уже вторгаемся не только в Русь, но и в германские какие-то дела, ну, во всяком случае вопрос задан. Ну, дело в том, что то, что Гитлера подменили, как бы тут ведь это же эту информацию не придумали, что даже наши спецслужбы все выявили, да, вот, и потом когда их стали разваливать, они уж не стали держать эту информацию, вывалили не тут ее. Вот, они более того, не занимались специально подделкой фильма, да, потому что Гитлер нормально, он там два метра четыре сантиметра, а тот, который мы знаем, он на 70, он невысокий, вот, и они вот эти фильмы, они все, значит, подделывали, тем более сейчас техника позволяет это делать, вот, а до этого еще, когда техника не позволяла зрительно что-то изменять, ему специально делали, подделывали речь, ускоряли ее, чтобы она была истеричной, ну, и его представляли как истерика в конце концов, вот, но в действительности Гитлер достаточно харизматическая личность и поднять весь народ, повести за собой, ну, мог в действительности человек с большой харизмой, так оно, в общем-то, и произошло, ну, а потом уже его подменили, Рэм там выступил против, он отказался услужить новому Гитлеру, а остальные они, в принципе, согласились, ну, в последний момент Гесс сорвался, тоже не захотел служить, потому что у них была одна программа, а здесь программа стала полностью на военный лад, и понятно, что он вынужден был уехать, улететь в Англию, где его посадили, вот, несмотря то, что он там обратился в принципе к человеку высокого уровня посвящения в масоны, да, но, тем не менее, эта информация была известна, и они продолжали играть, потому что масоны, они, в общем-то, по большому счету работают против человечества, в конце концов. это одна из организаций, которая проводит политику бывших завоевателей, потому что завоеватели, уехав, улетев с земли, оставили после себя мощную структуру, которая называется СС, ну, это их самое название, туда входят и масоны, и иллюминаты, много там всяких этих, вот, но в то же время не все туда приближены, то есть, например, мальтийский орден, но их, во-первых, не один, этих мальтийских орденов и в России тоже их не один существует, вот, они отдалены от этих всех управляющих моментов, вот, и, вот, вольные камечки, которых нам представляют как масонов, вольные камечки вообще никакого отношения к масонству не имеют, потому что это русские волшебники, которые, ну, вот, осталось, не держи камень за пазухой, они вот держат камни и с помощью этих камней могут телепортироваться, поэтому они телепортируются не только по нашей планете, но и по различным вот этим пространством, параллельным, временным, там видов пространств много, в действительности, и поэтому они с помощью камней из этих пространств могут делать такие вот скачки. Кстати, говоря, мне вот один непрописно рассказывал, они к ним пришел вот такой вот вольный каменщик, ну, они там сидели, разговаривали, вот, ну, и они предложили ему остаться, он отказался, но поскольку он сам пришел, у них такое правило, что они никого не выпускают, его посадили, значит, ну, типа, кутоски там и нет, вот, посадили в кутоску на ночь, да, а потом пришли, его нету, ну, то есть, он уже сорвался, то есть, вольного каменщика не удержишь нигде, это вот именно русские волшебники, которые способны вот такие вот делать трюки и перемещаться по пространству. Кто же его посадит, он же каменщик. Ну, да. Так, идем дальше. Про отношение к Сталину будем что-то уточнять или опустим, дальше пойдем? Ну, к Сталину тоже подменили, но это, как бы, информация, она давно гуляет уже и по интернету, там, это первое время, когда начали, раскрыли этот момент, это было сложно. Но про Дитлера еще не говорят, что его подменили, но я думаю, скоро всплывут эти документы и будут тоже говорить. Вот, хотя мы знаем, что все очищает очень тщательно всю эту документацию. Ладно, я думаю, что это тема отдельной передачи. Шестой вопрос. Многие авторы пишут, что нацистский интернационал жив и занимает руководящие посты по земле программа Лейбенсборн. Ваше мнение какое по этому поводу? Очень даже может быть, потому что вот это, вернее, это организация черепа и кости, в которую входят все президенты Европы и президенты Соединенных Штатов Америки, они работают точно на вот это немецкое правительство, которое осталось после войны. Ну, здесь тоже ведь очень все понятно, то есть Гитлер и его окружение посмотрели, что в принципе там, где они захватили работы, ну, не происходит, да, то есть там происходит постоянно саботаж, вот, содержать их, тех рабов, невыгодно получается, потому что они плохо работают. Другое дело, когда люди не знают, что они в рабстве и работают и думают, что вот сейчас будет все хорошо, и поэтому они пошли по этому пути, то есть создали вот эту свою организацию новая швабель, или как они там себя там сейчас называют, вот, и покорили все страны, которые в принципе пашут на них, они сейчас против России, это от них в принципе идет все, заинтересованы в том, чтобы развязать очередную войну. Вот, а вообще вот то, что касается вот этой всей информации по Гитлеру, да, там была информация, что они создали вот эти летательные аппараты, не те, которые там ФАУ-2 и ФАУ-1, да, а именно летательные аппараты, которые типа ВИМАНы, вот, МАГИ, это в славянских там источниках названия, вот, на которых они посетили и Луну, и Венеру, и МАРС, и они связались с инопланетянами, но это все не моя, как бы, в смысле, это мне все рассказали, вот, связались, значит, с инопланетянами, которые им сказали, что на Луне и на Марсе живут, значит, колонии, которые очень плохие, и которых нужно разбомбить, и вот они их бомбили, у них ядерное оружие на тот же момент было, и они это смогли сделать, они разбомбили эти колонии, но в действительности, как оказалось, это были колонии землян, оставшихся на Марсе, и оставшихся на Луне, но сейчас там, значит, остались уже другие виды, там инсекты, говорят, существуют, ну и предыдущие захватчики, будем так говорить, а коренных жителей землян нету, их уничтожили, именно германцы, именно фашисты. Так, следующий вопрос, седьмой, в одном из интервью вы рассказываете, что во власти у нас есть представители других цивилизаций, отзывы массажистов, наш офицер-разведчик Рудаков пишет, что настоящий Берия был рептилим, и у него были двойники, настоящий потом ушел, что по этому поводу выдумали? Вопросы не совсем, скажем так, по теме запрещенной истории Руси, опять же, около, но, в следующий вопрос задан. Вполне возможно, у нас все высокопоставленные люди имеют двойников, но, как правило, это для того, чтобы встречаться с толпой, чтобы, значит, если будет покушение, чтобы настоящий руководитель остался. Эта практика существует не только в России и Америке, это повсеместно существует практика. Того же самого покушения-то у нас было на президента Америки, который назвал Россию царством лжи, вернее, империей зла. Царство лжи, это по отношению к ним относится в действительности. Так его же тоже подменили. Потому что он был другой, это все отмечают, это все отметили. Вот. То есть такие вещи происходят. И Берию тоже, вполне возможно, меняли не раз. Вот. Или он сам себя менялся. Он сбежал, значит, когда почувствовал, что пахнет керосином. Исчез. Вот. Нет большого вопроса, да? Я вот сейчас как раз смотрю. Тут еще несколько вопросов. Восьмой вопрос. В том году была информация, что Путин якобы поделился информацией, что Елизавета у него на глазах в 2014 году превращалась в рептилию. Леди Гага в декабре 2016 года заявила, что принц Чарльз принимал облик рептилии у нее на глазах. Как вы... Представьте, какие глаза, да, что прямо на глазах принимают. Как вы думаете, не значит ли это, что они стали рассекречиваться перед какими-то событиями? Ну, может быть. В общем-то, ведь управление это идет из Англии, не из Соединенных Штатов Америки. Вот. То, что у нас остались люди, смешанные с рептилиями, и в основном вот новые кураторы этих как раз людей не тронули, которые помесь в надежде, наверное, что те примут чью-то сторону в конце концов. Вот. Но, как показывает практика, они все равно принимают в сторону рептилий. То, что эти люди могут казаться рептилиями, да, это такие вещи происходят. И потом, видите, я встречал людей, в которых селяли специальные рептилии. Вот. Причем человек сначала, когда это у него произошло, он охотно делился своими ощущениями, своими новыми возможностями, а потом перестал делиться. И уже как бы на меня смотрел, как на врага народа. Так, ну что ж, продолжаем дальше. В книге вы пишете, что Николай II и Георг V одно лицо. Об этом сейчас стали еще чаще другие авторы писать, но есть, получается, Николай II сдал страну и еврейская шпана провела революцию по планам ящеров. Сейчас Жириновский поет «Боже, царе, храни!» Поклонская вышла с портретом Николая II. Хазанов принес корону Путину, как по-вашему, назад к империи и принц Гария на трон по-достоевскому. Вот как-то вопрос задан. Ну, дело в том, что нам, в общем-то, готовят императорское кресло опять, да, трон, ну, престол, вернее. Вот. хотят вот эту Машу посадить. Ну, идет противодействие даже наша элита, которая, в общем-то, руководку работает с американцами, да, тем не менее, она не хочет, чтобы у нас были не наши императоры, а они готовы сделать Путина или еще кого-то, но и своих, чтобы свой был император. Потому что, ну, здесь совершенно пришел человек из другого государства, с другой культуры, он, понятно, что будет чуждым, и он, это будет внешнее управление полностью опять. Вот. А мы хотим, ну, наша элита хочет от этой, от этого управления избавиться, но не знаю, как у него получится. В общем, посмотрим, да? Хорошо. Десятый вопрос. Расскажите про понятие белая кость, голубая кровь. Климов писал в книгах, что это нарушение фосфорно-кальциевого обмена. В фильме «Визитеры», например, открыто показывают, как фосфор распыляют в атмосфере. Голубая кровь – это отрицательный резус-фактор. Вы же пишете все наоборот, что отрицательный резус-фактор – это хорошо. Трехлебов говорит, что белая кость как раз у тварей, но интересует именно резус-фактор. Дело в том, что обнаружены некоторые скелеты человеческие, у которых кость белая. И, более того, череп у лошадей тоже всегда белый. Он тоже не гниет почему-то. Но не почему-то все это химический состав. Что касается голубой крови, ведь голубая кровь, она имеет много происхождения. У человека, у нас когда-то вместо гемоглобина был витамин В12, который выполняет функцию гемоглобина. И он синтезируется в организме в очень небольших количествах. и у него вместо железа входит кобальт, который придает крови голубую окраску. Но голубую окраску придает и медь, и хром. Хром вообще зеленую дает окраску. Но зеленовато голубую такое. Вот. И нитель. То есть все фактические металлы, которые железо будем так говорить группа. Она везде участвует в этих обменных процессах. Потому что хром входит у нас в зеленые растения. Но у нас почему-то решили, что голубая кровь только исключительно рептилии. Ну у рептилий у них в действительности тоже красная кровь. Вот. Голубая все-таки это уровень высокий. Не потому что у рептилий голубая кровь. У многих. Вот. Потому что в принципе частота выше именно голубого цвета, чем у красного. Оранжевого там или зеленого. а высокая частота это говорит о многих новых функциях, которые не могут быть у людей с красной кровью. И потом ведь бывают случаи, когда у нас меняется кровь, да, то есть был положительный резус, стал отрицательный резус. и я думаю, что при каких-то условиях кровь не только может поменять резус или там исчезнуть фактор А или Б, а и вообще поменять свой статус на голубую. Таких фактов пока нет, но я думаю, когда-нибудь мы на них выйдем. Потому что опять же если удастся опять встретиться с этими людьми, которые еще от проекта Гитлера Сталина вот этих поселений сверх людей, да, спросить этот вопрос у них обязательно нужно. Но если кто-то вперед меня выйдет на них, тоже может спросить, бывали ли случаи, когда кровь менялась красного цвета на голубой. Ну хотя бы на другой, не обязательно голубой, хотя бы на другой. А потом дальше будет понятно. Хорошо, одиннадцатый вопрос, когда по-вашему произойдет открытый контакт других цивилизаций с землянами? Да, вот все время происходит. То есть с отдельными представителями они охотно вообще общаются. Это мы боимся рассказать, что общались в дурку попадем сразу или еще что-то. Раньше так оно и происходило, сейчас же дурки закрыли, поэтому попадать некуда. Вот. Они и с представителями наших президентами, там правительств общаются. Вот. просто это не становится широко известным. Это только Кирсанов, им же президент Калмыкии осмелился сообщить о своем контакте, о своем полете. Вот. А остальные это ведь помалкивают. Вот. Или если говорят, то не показывают лица и с измененным голосом, чтобы их не узнали. В принципе, контакта не происходит. Просто народ, его же опустили, да. Нам ведь везде говорят, что вот инопланетян нет, мы одни единственные во Вселенной, ну и так далее. А в итоге получается, что это признак неразумности. Раз неразумный, значит, у нас можно добывать всякие полезные ископаемые, над нами можно делать эксперименты над людьми, можно грабить у нас планету, забирать воздух, землю, воду, ну все забирать, что можно забрать. Вот последствия таких утверждений. Ну то есть другими словами, здесь имелся открытый контакт, когда не просто с кем-то, с Элемжиновым или с Путиным или еще с кем-то, с Лукашенко, например, а когда так вот просто они появились и везде все телевизионные каналы их транслируют встречу и они там обращаются граждане земли, там товарищи земли, мы прилетели к вам оттуда, оттуда, принесли вам с собой вот это, вот это. Вот это имеется в виду. Но в ответе я понял из ответа, что до тех пор, пока наши братья-земляне очень примитивно себя ведут и позволяют себя дурить, то общаться с такими примитивными существами смысла нет. Это примерно то же самое, как кто-то из землян будет пытаться общаться, ну скажем так, с глистами, которые там где-то проплывают по канализационной трубе. Так, идем дальше. Двенадцатый вопрос. Что думаете про вознесение, переход Земли в другое измерение? Такое все время происходит. У нас на Рождество, но Рождество это не Христово, не католическое, не православное. Рождество это реальная точка, когда природа переключает все триггеры на увеличение дня и сокращение ночи. И вот в эти моменты происходит раздвоение планеты, раздвоение биосферы, раздвоение людей, и все наши двойники оказываются в параллельном пространстве. Иногда это нарушается, и тогда эти двойники остаются в этом мире. Таких случаев и даже целые деревни иногда не уходят в параллельное, остаются здесь. То есть развилось и осталось. надо же смотреть, сколько деревень с одними и теми же названиями. Более того, там одни и те же люди. То есть двойники. Но об этом опять же говорить-то нельзя. Это я просто говорю. Понятно. В общем, это происходит постоянно. Дальше тринадцатый вопрос. Книги из серии «Русская волшебная культура». продаете только ученикам школы? Ну, в основном, да. Дело в том, что есть книги, которые относятся к этой серии, но они поступают в открытую продажу. Это вот недавно вышла книжка «Теория и практика священных рощ, кудов и чудесных жилищ». Вот до этого просто была теория и практика священных рощ. Она относилась к серии «В поисках сокровенного». А вот эта книга, она уже относится к русской волшебной культуре. Словарь тоже вышел. Первое издание, он так, в полуоткрытую продажу тоже поступал. А вот уже второе издание, ну, конечно, уже в открытую не может поступать. Вот «Задачник» для жильцов тоже ограниченного поступает в продажу, но в открытую, в магазины там нигде нет. То есть маленькие лавочки там можно купить. Дальше, 14 вопрос. Вы говорите, что основную массу рептилий выгнали с Земли еще в 2012 году. Сменились кураторы? Кто сейчас? Ну, это вот сложный вопрос, потому что все указывает, что в настоящее время у нас кураторы биороботов. Во всяком случае, вот по полученной информации из нескольких источников об этом говорят, что биороботы, вот они там с нашими ну, не выдающимися представителями, ну, корневыми, так сказать, людьми, они общаются, вот им дают эту информацию, но она мне тоже попадает. Пока вот такая информация. Не хочется, конечно, делать окончательных выводов, возможно, что-то изменится дальше. Нам самим на контакт с ними пока не удалось выйти. И наши все контактеры, которые могут спокойно с кем угодно выходить на контакт, тоже не могут с ними выйти на этот контакт. Пятнадцатый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про работу с магическими зеркалами, шарами. Каков принцип? И работаете ли вы сами с ними? Ну, с этим лучше не баловаться. Зеркала вообще-то такая, если особенно не знаешь, можешь наделать очень много неприятных вещей. Вот спонтанное перемещение людей в тонкий мир, да, ну, такие вещи, как бы, ну, когда пропал человек, да, он может даже вот съесть в комнате и пропасть. А все зеркала виноваты. Там при определенных условиях такие вот шутки происходят. Поэтому надо быть аккуратными очень. Тем более вы говорите про шаржи. Это вообще лучше не трогать. Хорошо, идем дальше. Шестнадцатый вопрос. Владимир Алексеевич, вы описываете первый круг в скобочках 108 богов. Один пантеон богов это развитие только для землян по таким принципам, что на других планетах. Ведь мы все части единого безграничного создания, мыслящего универсума, абсолюта и так далее. Но вы заблуждаетесь, говоря, что это только для землян. Это для всех. 108 это то священное число, которое, во-первых, имеет максимальное число со множителем. Во-вторых, это число, тот необходимый минимум чисел, а числа, вы знаете, управляют миром, из которых может создаться законченный полный мир. Вот 108. у нас же было не только 108, у нас было 108, потом еще 108, потом еще 108. Потом уже объединялось вот этих 324, 324. Это уже был роял, это уже был не круг. Вот. три таких рояла по 324, маленький хвостик составляли вот 1080. Это был следующий трезуб. Ну, и это все шло все дальше и дальше, потому что предела во владении числами нет. Каждое число это новый бог, это новая функция владения им и внедрение функции этого числа в себе, это обретение этого нового числа для того, чтобы идти за следующим числом, овладеть его свойством и так далее. И у нас титаны, атланты, ну, атланты в меньшей степени, в основном титаны, титаниды, они, в общем-то, таких кругов уже прошли, ну, сложно сказать, сколько. Ну, то есть очень большие. цифры и они очень долго по этому живут. Идем дальше. Сенастый вопрос. Расскажите, как писатель про любимые книги, например, пять штук и авторов этих книг, которые вам нравятся, и порекомендуйте, пожалуйста, еще кроме вас книги по магии хорошие, у вас большой опыт. Значит, у меня одна единственная любимая книга, ну, как бы самая любимая, конечно, книг много, там, или Марк, там, ну, такие, вот, писатели, когда уже во взрослом состоянии читал, а вот в детстве я прочитал Носова, Незнайка в Солнечном городе, эта книга, она меня покорила. Я собираю все издания Незнайки, всего этого, как тут выходит, это я всегда покупаю на английском, там, на других языках, потому что эта книга в действительности шедевр, она вот, она сформировала меня как личность, задала программу, будем так говорить, потому что я всю жизнь искал волшебное, и нашел, и продолжаю искать, именно благодаря этой книге. То есть это единственная книга, которую можно смело всем рекомендовать? Конечно. Вот, были там у него другие книги про Незнайку, там, на Луне Незнайка, потом Приключения Незнайки, но они так, по сравнению вот с этой книгой. Хорошо. Намек понятен. Восемнадцатый вопрос. То, что вы рассказываете про встречи с другими цивилизациями при обретении качеств только от того, что постояли рядом, и открытие Горяевым передачи информации волновым путем, это и есть одно и то же? Ну, в какой-то степени да. Дело в том, что в присутствии этих людей сам начинаешь творить чудеса. Они у тебя получаются просто сами по себе, даже не затрагиваясь. У нас потому что есть специалисты, которые трудно попасть, но попасть можно за 120 тысяч евро. Но сейчас может быть больше. Он там подержит тебя за палец, и ты можешь бесконтактный там бой вести, проходить сквозь стены, еще что-то. Но такие люди шифруются, потому что их же уничтожают. Понятно, что нужны проводники, которые вас выведут. но в принципе они есть. Есть в нашем обществе. Потому что я встречался с ними. Есть жрецы разных системов тоже, которые могут много всяких чудес показывать, но тихо о них рассказывать нельзя, потому что включает свои силы ящик Пандоры, который уничтожает и тех, кто показывал, и тех, кто видел. Можно это все делать только на уровне, кто с этим знаком, кто это знает, кто это умеет. Тогда это ничего страшного. То есть ящик Пандоры в этом случае не включается. Вот. Так. Ладно, идем дальше. Вы говорите, 19-й вопрос, вы говорите, что нефть это органика предыдущих погибших цивилизаций. Еще Кал Типпин пишет про это. Как происходит возобновление запасов? Да никак. Их используют и все. А потом, видите, там же есть, например, двигатель того же Никола Тесла. Он даже, по-моему, есть сейчас в интернете. Но во всяком случае, он периодически появляется, его уничтожают, конечно, но снова появляется. Но он очень простой. Колебательный контур и цилиндр. Все. Система дает 70 лошадей, один цилиндр. А если вы возьмете 4, это будет уже мощная машина. Работает обычной плоской батарейки от 4,5 вольт. Зачем нам нефть? Нефть это останки наших предков, останки прошлой цивилизации. В Тартере ведь Тартер до сих пор существует. И вот человек, который, он, кстати, мой хороший друг был, сейчас погиб, а вот он побывал в Тартере, он говорит, что люди живут отдельно, деревья живут отдельно. То есть сады там у них, кстати, много как раз вот этих папоротников древовидных, плавунов. То, что у нас сейчас не растет, у них там растет, потому что они дают ложные, так называемые ложные плоды. И причем они дают, когда с ними общаемся, там можно получить любой плод. У них потому что тысячи вот того же папоротника, тысячи там четыреста где-то хромосом. Такого количества ни у кого нет. Это разумное растение. И оно дает то, что нужно в действительности. Да и даже сейчас вот папоротник, если посмотрите на листочки с обратной стороны, там бывают и красные всякие такие пупырышки. Вот как раз почему-то еще кому-то пытаются что-то дать. Какой-то он там побывал, он говорит, что эти разделены, поэтому когда происходит очередная катастрофа на Земле, ну вот как сейчас вот подготовили катастрофу, да, будут опять очень большие волны до пяти тысяч метров. И пять тысяч метров они раздают, конечно, все, что находится под землей. тартар опять погибнет. И поэтому у нас находят рядом нефть и рядом уголь, как обычно, как всегда. Они друг друга сопровождают. Но это геологическая наука. Любой учебник вам по геологии это подтвердит, что это именно так. Но я узнал не из геологии, а узнал от непосредственного участника в сцене, который был приглашен в тартар. Причем его пригласили в тартар, потому что он должен был родиться, он оттуда, там. Но он предпочел родиться в нашем обществе. Но тем не менее его каждый год приглашали на праздник друзей. Вот он туда прилетал, после этого он нам рассказывал. И мы слушали, раскрыв рты, что там и как там. Хорошо. Двадцатый вопрос, последний в этой серии. Владимир Алексеевич, вопрос по практике. Я, например, вычислил лот одной из своих мер через угол соответствующего Бога. Получилась большая и малая полуось. Подскажите, как правильно выполнять мановение, то есть, скобочка, скорость, в какую сторону, одним пальцем, всей ладонью и так далее. Сам принцип. Напоминаю, что у нас сегодня запрещенная история Руси, но вопрос задан, поэтому я его зачитал. Дело в том, что там не имеет значения, чем вы выполняете этот эллипс. Должна быть ваша мера и этот лот. Тогда он будет работать. Можете рукой, можете пальцем, можете всем телом. Оно будет все равно действовать. Работает ведь след от этого движения. движения, запечатленные в материи, есть функция уже этой материи. Поэтому числа, которые мы используем в движении и которые имеют функции богов, мы можем заложить в движение и превратить это в материю. Хоть в тонкую, но все равно это материя. а след или проекция предмета работают как предмет. Вспомним те же самые изображения голографические. Товарь, зеркало, например, оно тоже может отражать, хотя это всего лишь копия, всего лишь отражение зеркала, а не само зеркало. Или там, допустим, линза, тоже голографическая, тоже может преломлять цвет. То же самое и здесь. Когда вы двигаете рукой или какой-то частью тела, хоть головой, правильное движение, именно точное движение, рождает силу и рождает функцию. В данном случае эта божественная функция, она будет в вас проявляться. Хорошо. Еще несколько вопросов уже от других людей, которые присутствуют в чате. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия! Для чего существовала тайнопись на произведениях искусства и предметах бытов древности у разных народов? Сейчас многие исследователи, в том числе и Валерий Чудинов, демонстрируют нам свое толкование этого действия. Что это, по твоему мнению, передача сведений потомкам от предков или это фантазии ученых и исследователей древних артефактов? Благодарю. Дело в том, что, ну, здесь все очень понятно. Дело в том, что вообще вот жрецы, у них всегда есть своя письменность отдельно от общей письменности, есть своя тайнопись, причем уровни жрецов, они же тоже бесконечные. Там жрецы, это лишь первое, ну, как вот солдат, да, это первая ступенька, а там идут чины дальше и больше они в бесконечность уходят. Это у нас только вот кандидат, доктор и все. Дальше конец. А у жрецов этого нет. И поэтому в зависимости от уровня, там жрецкие знания, они же все равно секретные. Их нельзя давать всем. Там жрец, он обязательно дает обещание, обещание, что он не применяет эти знания там против людей, например, да, вот, или там не распространять эти знания. Потому что они могут навредить. И потом выпущенный джинн, он неизвестно, как он там будет вести себя. А знание это джинн. Дайте гранату обезьяне, потому что он нас не заделает. Наверняка и сама и всех подорвет. То же самое и здесь. Поэтому тайнопись, она у них существовала для того, чтобы передавать информацию таким же. Вот. Но это прежде всего к жрецам относится. Но я думаю, что детские игры, которые тоже придумывают и в штабы игры, и тайнопись, и все прочее, тоже могло быть. И ученые, и историки это обнаруживают периодически. Не обязательно у жрецов. Потому что у жрецов там вряд ли это что-то могло дойти. Потому что там все серьезное. Ведь книги, вот старые книги, они же не бумажный носитель, не папирус, ничего, а каменный. Но ведь литература, литес, это же камень, она все писалась в камне. Причем камень, он, ну вот эти вот диски, которые находят периодически, да, но кто держал этот диск, он знает, что достаточно потереть его. Вот. И там возникает на нем изображение. В одну сторону потрешь изображение вопроса, который ты хотел, чтобы получить его ответ. В другую сторону потрешь. Значит, получишь информацию, которая в самом диске находится. То есть это уникальная нанотехнология каменного века, и каменный век это очень высокие технологии. У нас все в действительности минералы, которые сейчас нас окружают, их там около двух миллионов. Вот. И каждый год вообще про 50 раньше видов новых минералов открывали. Вот. Это все высокие нанотехнологии. В пещерах, в которых свет, хотя нет ни выключателей, ничего. все вот эти чудесные вещи, которых ничего нету особенного, но их одел и летаешь, одел стал невидимым, одел прошел сквозь стенки. Все связано как раз с этими соотношениями чисел, соотношениями вещества, потому что вещества тоже числа, и все вот эти артефакты дают именно благодаря своим чудесным свойствам, которые заключены в самих в них. Дальше Олег из Иркутска спрашивает, как ты относишься, Владимир Алексеевич, к информации об историческом прошлом человеческого общества, которые получают медиумы и сверхчувствительные люди, в скобочках экстрасенсы, после их контакта с духами живших давным-давно известных людей, а также информацию от ведущих людей, которые берут данные о прошлом из информационного поля Земли. Рассматриваешь ли ты данные, источники, как правдоподобные? Благодарю. Ну, дело в том, что мы тоже баловались с помощью эспиритизма сначала, а потом технически стали использовать всякие средства для общения с умершими, с духами. Ну, реально попадало, что мы общаемся с реальными, с реально жившими людьми, мы потом определяем, что, да, такие люди были, то есть у нас там был человек, который утонул, рассказывал нам, где он жил, как его фамилия, как его звали, мы все это проверили. Женщины, которая там самоубийством покончила, тоже с ней общались. Там много было таких случаев, но это те первые, которые я запомнил, что уже много лет прошло, после чего нашу лабораторию благополучно разбомбили, и все эти эксперименты прекратились. Я сам слышал по телевизору, что американцы совместно с японцами разработали аппарат для общения с тонким миром. Демонстрировали этот аппарат, как он, что он. Я думаю, что у них произошло то же самое, что и у нас. То есть изобретатели и все эти аппараты благополучно канули в лету. Нам не позволено общаться с тонким миром. И все эти контакты как правило заканчиваются не очень хорошо. И для тех, кто контактирует, и те, кто приходят на контакт, потому что для них это тоже запреты. Там ведь земля захвачена, и тот свет захвачен. Там концлагерь, и здесь концлагерь. Разницы никакой. И нам всем запрещено про мир себя общаться. Более того, когда инопланетяне вмешиваются, они вытаскивают людей из того света. И эти люди могут жить, потом заесть. Это может, кстати, тоже и спонтанно произойти, но в основном нужны определенные условия, чтобы такие переходы произошли. В древнегреческих ленинах, в жеческих, да, такие походы там, Эдипт там, Кевридийки пошел. Ну, много случаев, когда посещали тот свет, и с того света люди тоже приходят, и сейчас они тоже приходят, но это тоже небезопасно для них. Это все может кончиться печально. Поэтому, пока мы не освободимся, все эти опыты, все эти общения, они будут вызывать сопротивление вот этих сил нами управляющих. хорошо. Далее, здравия всем добрым людям, вопрос эфир от Михаила из Москвы. Владимир Алексеевич, что можете рассказать про скоморохов и какую роль они несли на Руси? Благодарю. Ну, что, кроме того, что официально о них известно, я ничего добавить не могу. Правда, есть работы, которые приписывают им какие-то мистические свойства. Может быть, но это ведь всего лишь на всю гипотезу, как это все действительно происходило. Сейчас сложно сказать. Так, ладно, еще вопрос в эфире, два вопроса у нас остаются, как раз, думаю, успеем закончить с вопросами к концу передачи. От Олега из Иркутска. В целом, современное человечество не делает выводы из своего прошлого только потому, что это самое прошлое, фальсифицировано и изменено до неузнаваемости. Современные исследователи предлагают разнообразные варианты былых событий, что, по моему мнению, только усиливает эффект запутывания людей в разнообразной информации. Какому всеобщему авторитету или грядущему событию могут поверить народы Земли в плане пролития света правды на историю? второму пришествию Иисуса, пролету Перуна и так далее. Благодарю. Вы знаете, сейчас вот у новохронологов там появилось столько всяких интересных теорий, но не все, конечно, реальные, но интересные по своей держимости, я бы сказал. Я тоже же, в общем-то, говорю, не вписывающиеся в модели существующих новохронологов, они все равно стараются придерживаться более-менее той канвы, которую нам задали Миллер, Байер и прочие немецкие историки. Вот. Поэтому у народа сейчас у них полный раздрай. Они не знают, кому верить, кому это. В действительности пока сам не начнешь думать, и придешь к какому-то выводу. Ничего не будет. То есть, ты будешь, как Буриданов осел, стоять около двух куч и не знать, какой все-таки выбор, раз они одинаковые по привлекательности. Вот. А когда сам начнешь рождать, а у нас дело в том, что образование, оно не учит людей думать, а вот это американское, которое сейчас внедрено, оно вообще забило всякие мыслительные процессы. Более того, они всякие аморальные вещи там начинают нам впихивать для того, чтобы развращать молодежь. Нам надо перейти, во-первых, на многомерную логику, которая существует везде в развитых цивилизациях. Ну и не в развитых тоже. А многомерная логика это не да, нет, не знаю, да? А многомерная логика это всегда да. Вот когда вас что-то просят или что-то надо, вы всегда говорите да, да, сейчас, да, через сутки, да, через месяц, через год, через сто лет, но всегда да. Это создает многомерность, но с временной, с временной срочкой. Это один из таких вот вариантов. И когда мы так вот научаемся мыслить, мы уже не отвергаем ни одну гипотезу, ни одну теорию, мы ничего не отвергаем вообще. Мы их рассматриваем в контексте всех других существующих и выбираем то, что нам более всего кажется подходит. И когда люди перейдут на многомерную логику, им не нужен будет ни Иисус, ни Перун, никто другой. Они сами смогут определить, что и кто прав и выбрать достойного. И выберут все одинаково в этом случае, потому что все будут думать правильно. Потому что многомерная логика, она дает единственный правильный результат. А вот двумерная логика, она дает много вариантов. различных результатов от одних и тех же исходников. Хорошо. Вопрос эфир от Виктора из Харькова. Что Вам известно о технологиях многополярности и многомерности наших предков? Какой путь их восстановления в нашем современном мире, по Вашему мнению? Ну, у нас многополярностью тоже люди занимаются, занимались, но пострадали правда от этого. чудесные вещи у них тоже там получались, но и получаются. Сейчас вроде они вышли из-под поля, но не знаю на как долго. то есть, это интересные вещи. Дело в том, что нам понятие заряда было внедено в 19 веке. Это понятие в принципе забило все остальные возможности разных понятий, потому что было понятие потенциал и потенциалов видов было много, бесконечное разнообразие. А вот заряд, он так и называется заряд, то есть то, что выходит в заряд. А ряд этих потенциалов бесконечное множество понятное. А тут один только заряд, вот он и все. И самое главное, они придумали, что положительное притягивает отрицательное, отрицательное отталкивает отрицательное и положительное отталкивает положительное. Вот это не так. В природе всегда подобное притягивает подобное. Если вы эти заряды располагаете друг по друга, друг под другом, то положительные заряды и отрицательные заряды, ну то есть положительные будут притягивать положительные, а отрицательные будут притягивать положительные, а отрицательные. А вот если их расположить в одной плоскости, да, это частный случай, это частный случай, возведем в абсолют. Поэтому у нас заблокировано вообще познание природы именно благодаря тому, что ввели эту однополярность, двуполярность. У нас двуполярность она везде, и в логике, и в физике, и в природе, везде. Но мы ее видим только, конечно, как двуполярность. А в действительности многополярность, многомерность, о чем вы, собственно говоря, и говорите. Поэтому, в общем-то, возвращение человека к старым принципам. Их было много принципов, но часть из них, главных, нам известно, уже даст результаты научных. Наука – это тоже неправильно, это тоже новодельное слово. В действительности, у нас было тривия, слово тривиальное осталось. Оно даст развитие этой тривии снова и возврат нашей цивилизации к достижениям предыдущей цивилизации. Ведь у нас, смотрите, теплород у нас использовался до 19 века, до конца 19 века. У нас были телетайпы на теплороде, телеграфы на теплороде, все на телеграфе. Флагистон использовался в 18-м еще веке. А вот аэро и аква – это тоже элементы эфира. Они использовались в 17 веке только лишь. То есть, у нас все время вот эти достижения цивилизации убирали. И поэтому сейчас для нас обнаруженный устав офицеров парского полка 1870 года издание по транспортировке грузов с Марса и Венеры кажется фантастичным. А это 19 век. У нас еще в 19 веке оставались вот эти все космические путешествия. Но нам внедрили электричество. Я не против вообще электричества, но не взамен того, что было. Не взамен теплорода, флагистона и других эфирных вещей, которые работают ничуть не хуже, чем электричество и даже лучше. И поэтому все достижения той цивилизации у нас постепенно изымали. И мы видим сейчас, как все это изымает. Разрушились заводы. Пытаемся восстановить сейчас какие-то производства. Мы уже не можем. Нет специалистов, нет знаний, нет тонкостей и профессий. И то же самое происходило всегда. То есть, у нас шло медленное опускание человечества и опустили нас вот до уровня диких обезьян, можно так сказать. Понятно. Ну и в заключении короткий вопрос. Крепкого здравия. Владимир Алексеевич, а школа жрецов началась? Да, она с января месяца начала свою деятельность. Все вопросы мы зачитали, которые поступили до регламента окончания трех часов нашей передачи. И нам пора прощаться с нашими радиослушателями. В заключении я предлагаю подвести итог сегодняшней нашей встречи и в пожелание выразить что-то такое, что поможет нам стать настоящими людьми, человеками, хозяевами своей земли и достойными наследниками велико-мудрых предков. Да, я хотел сказать, чтобы мы начали слушать себя, начали слушать свое сердце, свою интуицию. А интуиция у нас связана, как ни странно, с запахами. То есть, развивать у себя этот вумероназарный орган, который, в принципе, отвечает и за интуицию тоже. И благодаря этому познавать мир, преобразовывать его и преобразовывать наше общество в направлении возвращения рая на землю и, соответственно, этих райских отношений, которые у нас когда-то были. У меня всё. Благодарю, Владимир Алексеевич, за очень интересный содержательный эфир. Много что было здесь рассказано. Напоминаю, что сегодня у нас 24 января 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных четвёртый день месяца в Юг и Стужи, 7525 лета, вторник. Тема сегодняшнего эфира была посвящена запрещенной истории Руси. Автор сведущий Владимир Алексеевич Шиншук. Я вам желаю всего того, что сказал Владимир Алексеевич. «Если вы, как это было уже замечено, не знаете своего прошлого, то у вас нет будущего». Достаточно простая фраза, бытующая сегодня и существующая сегодня на просторах интернета, часто употребляемая в лекциях, часто записывая на каких-то книгах, статьях. Многие её как-то так проходят мимо, думая. Ну, как-то очень всё банально просто. Но, на мой взгляд, это основа, без которой нам просто-да-просто дальше не жить. Желаю вам всего самого доброго. Прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно, всё важно.